Зимой 1955 года К разъезду Тюратам в Казахстане Прибывал обычный пассажирский состав Поезда, идущие в Ташкент Останавливались здесь всего на две минуты Старший лейтенант Денишкин Вам была отправлена телеграмма Начальник у станции Тюратам Анатолий Лебедев 12 января проследует литерный Два последних вагона Отцепить, поставить в тупик На вопрос начальника станции А что строить будете? Лейтенант ответил Стадион Взвод Денишкина готовил Железнодорожные пути Для приема вагонов со стройматериалами Мерзлый грунт долбили ломами и кирками А через неделю на станцию Начали прибывать эшелоны С техникой и людьми Метели у разъезда Тюратам Бушевали весь январь и февраль Ни лейтенант Денишкин Ни его подчиненные Еще не знали, что войдут в историю Как строители первого космодрома Планеты Земля Железнодорожные пути Летом 1933 года Жители дома номер 19 На Садово-Спасской улице Встрогнули от взрыва Который прогремел в подвале здания Тихо, товарищи! Тихо! Тихо! Отступитесь! Тихо, товарищи! Нельзя! Разойдитесь! Тихо, товарищи! Тихо! Тихо! Что у вас тут такое? Это гирт Разгромленный подвал Являлся режимным объектом Вход сюда строго воспрещен Московская группа изучения реактивного движения Или сокращенно МосГИРТ Уже два года занималась созданием ракет и ракетопланов Способных преодолеть первую космическую скорость Товарищи! Все хорошо разберемся! Успокойтесь! Все хорошо! Первую космическую скорость Описал еще Исаак Ньютон Проведя мысленный эксперимент Представьте себе очень высокую гору Пик которой находится за пределами атмосферы Вообразите пушку Установленную на самой ее вершине И стреляющую горизонтально Чем мощнее заряд Тем дальше от горы будет улетать ядро Наконец, при достижении некоторой мощности Ядро разовьет такую скорость, что не упадет на Землю вообще И будет вращаться вокруг нашей планеты Так был описан искусственный спутник Земли Скорость, вычисленную Ньютоном для этого спутника И называют первой космической 7,91 километра в секунду Возможно, идея Ньютона вдохновила Жюля Верна На написание новой книги В романе «С земли на Луну прямым путем» За 97 часов 20 минут Верн описал гигантскую пушку Ее ствол длиной 274 метра И диаметром 3 метра Располагался в подземной шахте В качестве взрывчатого вещества Использовались 164 тонны пироксилина Сначала при помощи пушки Предполагалось послать к Луне снаряд без пассажиров Но потом внутри необыкновенного ядра Устроили каюту В которой и решились отправиться В космическое путешествие трое смельчаков Еще в 19 веке стало ясно Что проект Жюля Верна неосуществим Ученым в те годы уже было известно О перегрузках, которые возникают При движении с ускорением Под их воздействием пассажиры Внутри такого снаряда Неминуемо погибли бы А сам снаряд так и не достиг бы Первой космической скорости Перегрузки возникают при движении с ускорением Чем быстрее машина набирает скорость Тем выше сила инерции Действующая на сидящего в автомобиле человека Пассажир самолета при взлете Испытывает перегрузку в полторы единицы Перегрузка в 10 единиц Для неподготовленного человека Смертельна Что касается снаряда Жюля Верна То его скорость мгновенно возрастает До 16 километров в секунду Такое ускорение в 60 тысяч раз Больше ускорения земного тяготения А это значит, что вес пассажиров Станет во столько же раз больше Их собственного веса То есть 3-4 тысячи тонн Эта сила раздавила бы путешественников Мгновенно И все же проект Жюля Верна Сыграл свою роль К его анализу подключились ученые и инженеры Указывая на ошибки Они предлагали реальные решения Среди предлагаемых вариантов Наиболее популярными стали проекты ракет Оставалась лишь одна проблема Никто не мог доказать Что создание такой ракеты Вообще возможно Весенним днем Почтальон подошел к дому номер 16 На Георгиевской улице Которой снимала семья местного учителя Этот человек слыл в Калуге чудаком Из-за своих странных идей Константин Эдуардович дома? Да Книжечка пришла Сызновая Книга Александра Федорова Называлась «Новый способ воздухоплавания, Исключающий воздух как опорную среду» Получателем брошюры Значился Константин Циолковский Циолковский Константин Эдуардович Выходец из польской дворянской семьи В возрасте 9 лет заболел скарлатиной и потерял слух Это сказалось на развитии ребенка И он был отчислен из гимназии за неуспеваемость Занялся самообразованием И еще в юности увлекся воздухоплаванием Циолковский с интересом прочитал книгу Федорова Автор излагал принцип действия ракетолета, имеющего несколько двигателей Одни служили для подъема, другие для движения в горизонтальном направлении Третьи выполняли роль реактивных рулей Каждый двигатель состоял из генератора газа и трубы Газ из трубы вырывался наружу, создавая реактивную тягу И толкал ракетолет вверх Во времена Циолковского не было четкого представления о сути реактивного движения Хотя этот принцип существовал и существует в природе Так самый крупный беспозвоночный обитатель океанских глубин Кальмар Передвигается именно по этому принципу Он вбирает в себя воду А затем с огромной силой выталкивает ее через особое отверстие Воронку И двигается в сторону противоположно отбрасываемой воде Со скоростью около 70 км в час Также и ракета проталкивает через сопло газы Образующаяся при сгорании топливо, чтобы лететь в противоположную сторону В своей работе Федоров не приводил никаких расчетов Циолковский размышлял Рисовал ракету, которая не существовала Он мысленно заправлял ее топливом Он видел пламя, рвущееся из ее сопла Ракета преодолевает силу тяготения И сжигая топливо, развивает скорость Топливо сгорает Ракета становится легче Какова зависимость между скоростью газов, вырывающихся из камеры сгорания Скоростью ракеты, ее массой и массой ее топлива В далекой Калуге глухой школьный учитель без высшего образования Закладывал фундамент космонавтики И вот среди вычислений, рисунков и чертежей была записана формула Которая и сегодня используется при проектировании ракет И по праву носит имя Циолковского Именно эта формула доказала, что полеты к другим планетам возможны Благодаря ей стало ясно и другое Космос покорят только ракеты на жидком топливе Принцип действия реактивного двигателя прост Из одной емкости в камеру сгорания поступает горючая Жидкий водород, бензин или спирт Из другой — окислитель, жидкий кислород, обеспечивающий горение Смесь в камере поджигается, а продукты сгорания вылетают через сопло, толкая ракету вперед Но реализация этого принципа — сложнейшая задача Камера сгорания работает в условиях высоких температур, давлений и скоростей Невероятно, но еще в начале века формула Циолковского Позволила ему установить самое эффективное топливо для ракеты — жидкий водород Но водород превращается в жидкость лишь при температуре минус 254 градуса по Цельсию Его очень трудно хранить Окончательно эти проблемы не решены до сих пор Многие слышали о существовании ядерного клуба, куда входят страны, имеющие ядерное оружие Но мало кто знает, что есть очень узкий клуб водородных держав, создавших водородно-кислородный двигатель Первым членом этого символического клуба стали Соединенные Штаты Америки На водороде американцы летали к Луне и использовали его как топливо в системе Space Shuttle Вслед за американцами в клуб вступили европейцы, затем китайцы и японцы В середине 80-х годов его членом стал Советский Союз с ракетой «Энергия» В декабре 1921 года рижский инженер Фридрих Цандер делал доклад на первой губернской конференции изобретателей Это трудное для страны время, я все же возьму на себя смелость представить проект нового корабля-ракетоплана Цандер занимался авиационными двигателями, но на конференции представил фантастический проект корабля для полета на Марс Цандер Фридрих Артурович Еще в школе ознакомился с работой Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами» Во время учебы в Рижском политехническом институте рассчитал траекторию полета межпланетной ракеты Один из создателей первой советской ракеты на жидком топливе Страна находилась в разрухе, вызванной гражданской войной Не хватало материалов и продовольствия Но доклад Цандера так заинтересовал всех, что руководство авиазавода решило дать конструктору годичный отпуск с сохранением зарплаты Чтобы он мог довести свой проект до конца и изготовить модель Первая задача, которая стояла перед инженером, это создание реактивного двигателя на жидком топливе Прототип он нашел на заводе имени Матвеева в Ленинграде Это была самая обычная паяльная лампа Переделав ее, Цандер создал свой первый реактивный двигатель ОР-1, работающий на бензине и воздухе 28 октября 1930 года летчик Василий Степанченок на планере «Красная звезда» совершил выдающийся полет Три раза выполнил мертвую петлю Планер был спроектирован для выполнения фигур высшего пилотажа, в частности, мертвой петли А также измерения перегрузок, возникающих в полете Через год Фридрих Цандер познакомился с конструктором этого планера Летательный аппарат был нужен Цандеру для необычного эксперимента Молодого конструктора планера, этого коренастого юношу, казалось, Цандеру послала сама судьба Именно ему предстояло сыграть решающую роль в освоении космоса Звали его Сергей Королев И было ему 24 года Но очень много проблем Нужна техника, нужны специалисты Королев Сергей Павлович Окончил Московское высшее техническое училище и одновременно школу планеристов Занимался конструированием планеров После встречи с Цандером увлекся проблемой реактивного движения Создатель первых межконтинентальных баллистических и космических ракет В апреле 1932 года в пустующий подвал дома номер 19 на Садово-Спасской улице Пришли рабочие ремонтники Так началась история МосГИРД Московской группы изучения реактивного движения Сотрудники ГИРД расшифровали эту аббревиатуру по-своему Группа инженеров, работающих даром На первых порах работа действительно велась на голом энтузиазме Конструкторы в свободное от основной работы время Трудились над созданием ракетоплана Самолета с жидкостным реактивным двигателем Искать финансирование просто для полета в космос не имело смысла Отдавая себе отчет, что стране гораздо нужнее новое оружие Королев предложил проект ракеты военным И неожиданно получил поддержку маршала Тухачевского С августа 1932 года группу стало финансировать Управление военных изобретений Но даже разрабатывая оружие, конструкторы не забывали о полетах в космос У них еще не было надежного двигателя Еще не поднялась в небо их первая ракета Но одна из бригад уже работала над темой практического осуществления Полета человека на ракетоплане Возглавлял эту бригаду сам Королев В 30-е годы существовало два направления в создании космической техники Ракеты, задача которых просто доставить на орбиту экипаж И ракетопланы Самолеты, оснащенные реактивными двигателями Которые должны были подниматься на орбиту А затем возвращаться на Землю Королев и Цандер предпочли ракетопланы В ту пору они не могли знать, что ракетоплан будет нуждаться в особой теплозащите Технологии 30-х годов не позволяли создать конструкцию Способную выдержать нагрузки такого полета Путь, выбранный гирдовцами, был в то время тупиковым Военное ведомство требовало от группы быстрых результатов Но случилось несчастье Отправившись в санаторий на отдых Фридрих Цандер заболел сыпным кифом 28 марта 1933 года Руководитель и вдохновитель группы ушел из жизни Военные продолжали торопить исследователей Но испытания планера, который должен был стать прототипом ракетоплана Также закончились неудачей Через 50 лет с мыса Канаверал стартовал космический корабль «Колумбия» Командир корабля Джон Янг и пилот Роберт Криппин Вывели в космос корабль, который взлетел, как ракета А приземлился, как самолет Это было воплощение идеи космоплана Которую Королев пытался реализовать с помощью соратников по гирд Лишь в конце 20 века новые технологии позволили реализовать его мечту 15 ноября 1988 года в Советском Союзе стартовал космоплан «Буран» В 1933 году в небо поднялась первая советская ракета на жидком топливе Ее размер был всего 2,5 метра Но она стала решающим аргументом Королева Который отстаивал идею создания большого реактивного института Одним из главных его проектов должна была стать ракета На которой в космос мог бы полететь человек Однако реактивный научно-исследовательский институт Возглавил кадровый офицер Иван Клеймёнов Королева назначили лишь его заместителем И это спасло Сергею Павловичу жизнь Королев Сергей Павлович? Да Вы арестованы Дамы и господа Новый фильм Фрица Ланга «Женщина на Луне» Перед премьерой состоится историческое событие Главный научный консультант, знаменитый Герман Оберт Запустит ракету на высоту 70 километров Рекламщики киностудии Уфа Сильно преувеличили возможности Оберта Согласно расчетам, проектируемая ракета Не смогла бы подняться выше 40 километров В остальном они не обманули Герман Оберт действительно консультировал фильм И действительно собирался запустить ракету Кинорежиссер Фриц Ланг пригласил Оберта Стать консультантом фильма «Женщина на Луне» Тогда и возникла идея в качестве рекламного трюка Запустить настоящую ракету Ланг выделил на это из бюджета фильма 10 тысяч марок О предстоящем полете вовсю писала пресса В результате работ Оберта появилась уникальная камера сгорания Названная «Кегель-Дюзе» Первый в Европе ракетный двигатель на жидком топливе Оставалось лишь испытать ракету в аэродинамической трубе Но денег на это не было И Оберт решил упростить задачу Чтобы проверить стабильность полета ракеты Он нашел подходящую фабричную трубу И с нее сбросил макет ракеты Специально нанятые фотографы засняли этот полет на пленку А затем просто перевернули изображение Превратив таким образом падающую ракету Во взлетающую И с радостью сообщили о первом старте ракеты Оберта Оберт Герман Юлиус Основоположник теоретической космонавтики В 15 лет самостоятельно вывел формулу Циолковского Разработал первый проект ракеты с жидкостным двигателем Сконструировал первую ракету на жидком топливе Схема которой используется до сих пор Однажды Оберт получил письмо от почитателя Школьник из престижного интерната под Веймаром писал Я знаю, что вы верите в будущее ракет Я тоже в них верю И поэтому позволяю себе направить в качестве приложения к письму Своё небольшое исследование на эту тему Изучив присланный материал, Оберт ответил Продолжайте в том же духе, молодой человек Если вы сохраните свои интересы в будущем То из вас будет толк Свой ответ Оберт адресовал юноше по имени Вернер фон Браун Вернер фон Браун Барон, сын крупного политического и финансового деятеля В юные годы состоял на учёте в полиции за хулиганской выходке В корне поменял отношение к жизни после знакомства с трудами Оберта Занялся изучением точных наук Руководители ракетной программы фашистской Германии А впоследствии и американской космической программы Секретно Берлин, 1 мая 1937 года Назначить Вернера фон Брауна техническим директором Центра развития ракет Пенемен де Восток Подпись Генерал-полковник Вернер фон Фридж В 1936 году на острове Узадом в Балтийском море развернулось масштабное строительство Возводились капитальные здания и дощатые бараки Прокладывались шоссейные и железные дороги Укладывались плиты взлётно-посадочной полосы Рядом с рыбацким посёлком Пенемюнде возводился ракетный центр Самое передовое и самое страшное оружие Гитлера Создавал 25-летний Вернер фон Браун Мечтающий о полётах в космос Секретно Берлин, 1 мая 1940 года Присвоить барону Вернеру фон Брауну, члену СС с 1933 года Члену НСДАП с 1937 года Звание Штурмбаннфюрера СС Подпись Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер Летом 1942 года инженеры Пенемюнде Изготовили первые образцы большой ракеты Ракета А4 более известна как Фау-2 или ракета Гитлера Общая длина 14,3 метра Стартовый вес 12,7 тонн Максимальная скорость полёта 6120 км в час Дальность 320 км Боевая часть вмещала до 800 кг взрывчатки Первый запуск ракеты А4 состоялся 13 июня 1942 года Из воспоминаний министра вооружения Германии Альберта Шпеер Сначала как бы нехотя, а затем с нарастающим рокотом ракета отделилась от основания На какую-то долю секунды, казалось, замерла на огненном столбе Чтобы затем с протяжным воем скрыться в облаках Чтобы узнать максимальную высоту, на которую может подняться ракета Фон Браун решил запустить её вертикально вверх И вот ещё что Фон Браун просил нарисовать на ней вот это Ракета достигла высоты 192 километра Преодолев таким образом условную границу космоса На её корпусе техники нарисовали голую красотку, сидящую на лунном серпе В память о фантастическом фильме Фрица Ланга «Женщина на Луне» Принято считать, что граница космоса проходит на высоте 100 километров Здесь плотность воздуха настолько мала, что самолётные крылья уже неэффективны И летательный аппарат, чтобы не упасть на Землю, должен двигаться с первой космической скоростью Американское агентство НАСА считает, что граница космоса проходит на рубеже 122 километра Существуют и другие точки зрения Так физики считают границей космоса расстояние в 21 миллион километров Именно там влияние гравитационного поля Земли заканчивается полностью Вскоре ракеты фон Брауна вступили в войну, неся смерть в города Европы Субтитры создавал DimaTorzok Ракетные удары продолжались 8 месяцев За этот период времени было запущено 1269 V-2 по Англии и 1739 по отдельным городам Бельгии Только в Англии жертвами V-2 стали 9277 человек В Бельгии 6448 человек Субтитры создавал DimaTorzok В конце января 1945 года в связи со стремительным наступлением советских войск Руководство ракетного центра Пенемюнде получило приказ эвакуироваться 3000 автомашин и прицепов под охраной эсэсовцев двинулись на юг Германии Десятки специалистов, документация, образцы ракетного оружия вывозили все, что можно было вывезти Вернер фон Браун сдался американцам США начали настоящую охоту на немецких ракетчиков Эту операцию назвали «пейперклип» Скрепка В Саксонии и Тюрингии, которые должны были отойти к советской зоне оккупации Издавались приказы, адресованные немецким ученым По приказу военного правительства Вы обязаны вместе с семьей и багажом явиться завтра на городскую площадь в город Биттерфельд Нужно взять легкие вещи, документы и драгоценности Вас отвезут на автомобиле на ближайшую железнодорожную станцию Оттуда вы отправитесь в путешествие на запад Американцы вывезли 1800 ученых и техников А также 3700 членов их семей В центрах допросов они проводили порой несколько месяцев История ракетной программы Третьего Рейха завершилась Теперь в ракетную гонку вступала и Америка Совершенно секретно Постановление Государственного комитета обороны от 8 июля 1945 года О сборе и вывозе материалов, образцов и технической документации По немецким реактивным снарядам и реактивному вооружению Москва, Кремль Главное здание Московского научно-исследовательского института номер один Было оцеплено Охрана сопровождала груз Из Германии прибыли первые образцы немецкой ракетной техники Которые предстояло изучить советским инженерам В Советский Союз прибыли 150 немецких ученых Которые в дальнейшем помогали при экспериментальных запусках Фау-2 Это были в основном специалисты по электротехнике И они не могли помочь в создании тяжелой ракеты В конце 1952 года до начала работ над спутником и ракетой Р-7 Все они возвратились на родину К концу войны Советский Союз значительно отставал в области ракетостроения В 1937 году был арестован и расстрелян маршал Тухачевский Вскоре арестовали и расстреляли руководителей Реактивного научно-исследовательского института Сергея Королева приговорили к 10 годам лишения свободы И отправили на Колыму Работы над ракетами и ракетопланами прекратились Но появление Фау-2 заставило руководство СССР задуматься Об интересе англичан и американцев к ракетам свидетельствовали данные разведки Сталин поставил задачу изучить опыт создания Фау-2 И попытаться воспроизвести ее в отечественных условиях Тогда-то и вспомнили о Королеве Через шесть месяцев после окончания войны На берегу Северного моря, в местечке Куксхафен Расчет немецких ракетчиков готовил ракету к запуску Все работы проводились под присмотром англичан На запуск они пригласили и союзников Американскую и советскую делегации Наблюдал за стартом ракеты и Сергей Королев Всю войну Сергей Павлович трудился в Шарагах Секретных конструкторских бюро НКВД А после войны стал главным конструктором баллистической ракеты Р-1 Вскоре с полигона стартовали Фау-2, собранные из немецких деталей Из девяти ракет пять успешно дошли до цели Казалось, что и в дальнейшем проблем не будет Советская ракета Р-1 была точной копией Фау-2 Но изготавливалась из советских материалов Для ее испытаний был создан ракетный полигон В районе села Капустин-Яр На северо-западе Астраханской области Но первый же старт ракеты, собранный из советских деталей Закончился неудачей Одна из причин аварии – очень низкий уровень производства В Фау немцы использовали 86 марок стали Все, что есть у нас – 32 вида Из 59 сплавов цветных металлов Советская промышленность смогла заменить только 21 Необходимо было 87 видов резин и пластмасс А советские заводы выпускали лишь 48 Газовые рули ракет немцы изготавливали из графитовых материалов Подобной технологии в СССР просто не существовало Даже сварка камер сгорания стала проблемой Сварочные швы получались неровными Необходимо было создать новую для СССР область промышленности Требующую особой культуры и точности производства Для этого нужны были и рабочие высочайшего класса Так, вы слесарь? Да Тайномеханик? Да Хорошо По всей стране отбирались рабочие различных специальностей для новой работы Токари, слесари, фрезеровщики, словно крупные ученые, давали подписку о неразглашении военной тайны Они приступали к работе, конечный результат которой им был порой неизвестен Ракетчикам понадобился год, чтобы доработать конструкцию ракет и приборы В 1950 году государственная комиссия приняла ракету Р-1 на вооружение советской армии Команда Королева доказала свое право на существование Первые ракеты Королева послужили прототипами советских геофизических ракет, которые используются по сей день Они позволяют метеорологам и климатологам изучать изменения атмосферы на больших высотах Советский Союз от Арктики до Антарктиды имел 10 станций ракетного зонтирования атмосферы Ежегодно они осуществляли по 600 запусков Сегодня работает только одна из этих станций Волгоград в городе Знаменске Астраханской области В последние годы с нее осуществлено 50 пусков В новой ракете Р-2 Королев предложил сделать отделяемый блок Значит, что он предлагает? Вот здесь находится атомная боеголовка При достижении цели она отделяется и падает уже самостоятельно Но в принципе, вместо этой боеголовки можно разместить научный модуль И теоретически внутри этого модуля можно расположить живых существ Отправить решили собак Институт авиационной медицины в Москве установил стандарт Ростом животные должны были быть не выше 35 сантиметров И не тяжелее 6 килограммов Поскольку кабина ракеты была рассчитана на очень небольшой вес Собак тренировали выполнять команды Надевали на них комбинезоны Потому что именно в них четвероногим космонавтам предстояло совершить полет Старт экипажа в составе «Цыгана» и «Дезика» планировался на утро 22 июля 1951 года Ракета стартовала успешно Высота 100 километров 800 метров Головной отсек отделился от носителя Открылись парашюты и начался спуск Группа волновалась больше, чем при первых стартах Из полета на ракете впервые возвращались живые существа Касание Ученые бросились к контейнеру Две испуганные мордочки смотрели на собравшуюся толпу Если в США из 9 запусков высотных ракет С мышами и обезьянами 8 были неудачными, то первый же советский запуск с животными стал успешным Совершенно секретно 13 февраля 1953 года Москва, Кремль Постановление Совета Министров СССР Теоретические и экспериментальные исследования По созданию двухступенчатой баллистической ракеты С дальностью полета 7-8 тысяч километров Подпись Иосиф Сталин 1950 год Обстановка в мире накалялась Пентагон разрабатывал планы нападения на СССР С массированным применением ядерного оружия Требовалось создать ракету с дальностью полета до 8 тысяч километров Которая гарантированно доставила бы атомную боеголовку до территории США Так появился проект ракеты Р-7 Предложенный Михаилом Тихонравовым Тихонравов Михаил Клавдеевич Советский конструктор ракетных систем Разработчик первой советской жидкостной ракеты ГИРД-09 Начальник отдела реактивного научно-исследовательского института С середины сороковых работал над проблемами проектирования высотных ракет Тихонравов организовал отдел, который занимался так называемыми составными ракетами То есть связанными параллельно в пакет Современные космические ракеты делаются многоступенчатыми Когда двигатели первой ступени прекращают работу Она отстыковывается и включаются двигатели второй ступени Двух ступеней достаточно, чтобы вывести космический корабль на орбиту высотой в 300 километров Для полета к Луне нужно три ступени Для межпланетных полетов — четыре Но схема последовательного расположения ступеней имеет свои недостатки Ракета для полета в космос, выполненная по этой схеме, станет гигантской И потеряет прочность и надежность В трудах Циолковского Михаил Тихонравов нашел описание так называемой эскадры ракет Вдохновленный этой идеей, Тихонравов предложил объединить несколько ракет в одну конструкцию Иначе говоря, в пакет Так родилась ракета Р-7, знаменитая «семерка» Р-7 — первая межконтинентальная баллистическая ракета Состоит из двух ступеней — центрального блока и четырех конических боковых блоков Двигатели всех пяти блоков начинают работать с земли При разделении ступеней боковые двигатели выключались А центральная часть продолжала полет Требования к прочности корпуса ракеты возросли Собирать ее вертикально на стартовой позиции невозможно Нагрузки слишком велики Поэтому собираем горизонтально, а затем везем на старт Новая ракета требовала нового полигона Тогда и началось строительство у станции «Тюратам» в Казахстане Темпы стройки были просто невероятны Случалось, что за один день на станцию прибывало около тысячи вагонов Рядом с полигоном рос город Назывался он по-разному Ташкент-90, поселок Заря, поселок Ленинский, Звездоград Сегодня весь мир знает его как Байконур В июне 1955 года началось строительство объекта 135 Первого стартового комплекса Стартовая площадка ракеты Р-7 представляет собой конструкцию из бетона, напоминающую огромный стол На нем находятся четыре фермы опоры Транспортно-подъемный агрегат доставляет ракету к пусковой установке И опускает ее на эти опоры, пока ракета специальными силовыми узлами не будет закреплена на них Ракета до старта висит на опорах и удерживается только собственным весом На стартовом столе находятся также фермы обслуживания На которых специалисты проводят подготовку ракеты к полету и кабель мачта С ее помощью на борт ракеты подается электропитание и подводятся кабели для связи с пунктом управления Перед стартом ракеты от нее отводятся мачты обслуживания, затем кабель мачта Во время запуска двигателей раскаленные газы уходят вниз к площадке со специальным покрытием Когда тяга двигателей превосходит вес ракеты и она начинает подниматься, опоры под действием противовесов отбрасываются в стороны Представители генерального штаба потребовали с целью маскировки перенести стартовый комплекс с возвышения в низину Строительство шло полным ходом, когда геологическая разведка обнаружила в грунте глину вместо песка, а под ней — подземное озеро Гигантское бетонное сооружение при стартах ракет могло просто обрушиться Это препятствие могло сорвать жесткий график строительства Проект стартового стола пришлось перерабатывать и приспосабливать к новым условиям Еще не закончилось строительство космодрома Еще не закончились работы по новой военной ракете А Королев уже думал о мирном освоении космоса Планировал запуск первого спутника Совершенно секретно 5 января 1957 года Предложение о первых запусках искусственных спутников Земли Просим разрешить подготовку и проведение первых пусков двух ракет, приспособленных в варианте искусственных спутников Земли в период апреля-июнь 1957 года до официального начала Международного геофизического года Подпись Сергей Королев 5 мая 1957 года специальная комиссия приняла первый комплекс полигона А 6 мая ракету Р-7 уже установили на стартовом столе Первый старт новой ракеты состоялся через 9 дней В 10 секунд полет нормальный 15 секунд полет нормальный 20 секунд полет нормальный 30 секунд Прошла команда аварийного выключения двигателей Следующий пуск провели через месяц На 38 секунде ракета начала вращаться и разрушилась Лишь 21 августа 1957 года, спустя 3 месяца после начала испытаний, ракета преодолела расстояние в 5600 километров, доставив макет ядерной боеголовки из Казахстана до условной цели на Камчатке Однако при входе в атмосферу боеголовка сгорела Стало ясно, что также сгорит испускаемый аппарат с космонавтом Требовалось разработать специальную термозащиту и провести ее испытания Пока велась эта работа, Королев предложил произвести запуск искусственного спутника Ведь спутнику предстояло остаться на орбите, и в подобной термоизоляции он не нуждался Эффект, достигнутый этим решением, превзошел все ожидания Из монтажно-испытательного корпуса полигона Тюратам вышел очередной поезд На платформе лежала ракета Р-7 с серийным номером М1-10 Под головным обтекателем ракеты прятался небольшой алюминиевый шар Которому предстояло войти в историю Спутник ПС-1 представлял собой алюминиевый шар диаметром 580 миллиметров Вес со всей аппаратурой составлял 84 килограмма Четыре антенны монтировались на передней части оболочки, словно повторяя очертания обтекателя Внутри находились два радиопередатчика, батареи и вспомогательное оборудование Спутник находился под коническим обтекателем ракеты и удерживался восемью зацепами Отделение его осуществлялось пневмотолкателем Старт назначили на 6 октября 1957 года Но ситуация неожиданно изменилась Стало известно, что на совещании в Вашингтоне Именно на 6 октября был намечен американский доклад «Спутник над планетой» Королёв знал, что американцы планируют запуск спутника на март следующего года Но, может, они пересмотрели сроки? В рамках американского проекта «Фарсайт» предусматривались запуски ракеты с большого стратостата Воздушный шар поднимал ракету на высоту до 27 километров При достижении максимальной высоты ракета стартовала, устремляясь вверх через оболочку воздушного шара Если бы в конце разгона ракету направили горизонтально, то она могла бы стать искусственным спутником Земли 4 октября 1957 года американцы предприняли попытку запуска Но стратостат не достиг заданной высоты, и ракета сбилась с курса Королёв перенес старт ракеты на два дня раньше Он не собирался быть вторым 4 октября в 22 часа 28 минут по московскому времени Ракета Р-7 с серийным номером М1-10 стартовала 20 секунд, полёт нормальный 30 секунд, полёт нормальный Первая космическая достигнута На 295 секунде центральный блок ракеты вышел на орбиту Есть отделение объекта от носителя На 315 секунде спутник подал свой голос Есть сигнал! Есть сигнал! Спутник совершал первый виток, когда над миром звучало сообщение ТАСС В результате большой напряжённой работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли Это сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы Журнал «Радио» заблаговременно опубликовал подробные рекомендации по приёму сигналов из космоса И их ловили сотни учёных и радиолюбителей по всему миру С начала космической эры на орбиту были выведены свыше 7 тысяч спутников Они обеспечивают связь с удалёнными районами Земли Помогают ориентироваться на местности и в океане Спутниковыми навигаторами снабжают суда, самолёты и даже общественный транспорт Спутники-обсерватория изучают Вселенную Метеорологические и геофизические аппараты дают возможность предсказывать погоду Следить за распространением пожаров и наводнений Составлять карты Несмотря на то, что многие спутники отживают свой срок Падают и сгорают в атмосфере Спутниковая группировка растёт год от года По состоянию на 25 октября 2010 года На орбите находится 3535 спутников Первый спутник находился на орбите 92 дня Совершив 1440 оборотов вокруг Земли И пролетев 60 миллионов километров Вера в техническое превосходство США пошатнулась даже у рядовых американцев 4 октября 1957 года пресса назвала космическим Пёрл-Харбором Американское правительство поспешно сообщило о создании совершенной системы ПВО Но каждые полтора часа над территорией США пролетал неуязвимый маленький блестящий шарик И с этим ничего нельзя было сделать США потерпели первое поражение в битве за космос Президент Эйзенхауэр выступил на пресс-конференции с поздравлениями в адрес советских учёных И пообещал, что американский спутник будет запущен до конца года Обещание осталось невыполненным Спутник-эксплорер массой в 10 раз меньше советского Добрался до орбиты лишь 1 февраля 1958 года А в это время команда Королёва уже готовилась сделать следующий шаг в открытый космос ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В начале февраля 1961 года Два итальянских радиолюбителя прослушивали эфир Братья Арчило и Джан Батиста Юдика Кордилья Перехватывали и записывали сигналы, идущие из космоса А затем передавали эту информацию в газеты Они зафиксировали странные звуки, похожие на биение человеческого сердца Журналисты сходились во мнении, что это билось сердце советского космонавта Который находился на орбите СССР никак не комментировал эту информацию Газеты делали логический вывод Скорее всего, первый космонавт Земли погиб во время возвращения Никто уже не сомневался в том, что после запуска спутника У СССР есть все возможности для отправки человека в космос Версия о гибели таинственного советского космонавта Оказалась на удивление живучей Даже сегодня эта история периодически всплывает в западной прессе Причем утверждается, что до Гагарина в космос летали несколько космонавтов И все они погибли МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лежда так Есть так Протянка один Продука Лежда дрена Завыгание Желаю вам доброго полета Завыгание Комментировать Версия Непонимая Порту Завыгание Продукт Завыгание 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 На площади москвичи, участники первомайской демонстрации. В нерушимом единстве партии и народа залог новых славных побед нашей Родины. Ранним утром 1 мая 1960 года с аэродрома в Пакистане взлетел американский высотный самолет-разведчик У-2. Пилот Центрального разведывательного управления США Гарри Пауэрс ввел самолет к границе СССР. Советские средства наблюдения засекли нарушителей еще до того, как он пересек границу. В СССР готовились к празднику. В столице собралось все высшее руководство страны. А что если на борту У-2 находилась атомная бомба? Американцы одним ударом могли обезглавить Советский Союз. Было приказано ликвидировать самолет любой ценой. Разведчик уже находился у Свердловска, когда его настигла ракета зенитного комплекса С-75. Пауэрс выпрыгнул с парашютом и был схвачен. Тогда-то и выяснилось, что он вел самолет не к Москве. Он должен был сфотографировать стратегические объекты на территории Советского Союза. А первой его целью стал маленький полустанок Тюратам в Казахстане. Первый советский космодром создавался в режиме повышенной секретности. Было строжайше запрещено упоминать где-либо о его местонахождении. Но первые запуски ракет привлекли к нему внимание западных разведок. Летом 1957 года американский самолет-разведчик сфотографировал строительные площадки у полустанка Тюратам. Лишь через два года американцам удалось снять стартовый комплекс, с которого уходили в небо советские космические аппараты. В советской печати его назвали космодром Байконур. Хотя настоящий поселок Байконур находится в 360 километрах. 4 октября 1957 года с этого космодрома стартовала ракета с первым спутником. Отсюда отправились первые космические аппараты к Луне. Мир с нетерпением ждал следующего шага — полета человека в космос. В те дни, когда Пауэрс пытался сфотографировать космодром, бюро Королева готовило к старту первый космический корабль — 1К. Руководил проектом Константин Феоктистов. Феоктистов Константин Петрович. Первый гражданский летчик-космонавт. Во время войны служил во фронтовой разведке. В Воронеже был схвачен немецким патрулем и приговорен к расстрелу. Чудом выжил после исполнения приговора. Пуля, выпущенная ему в лицо, прошла через подбородок и шею на вылет. После войны окончил МВТУ имени Баумана. Руководил проектированием космических кораблей и орбитальных станций. Невозможно было предугадать, каким нагрузкам и опасностям подвергнется человек в условиях космоса. Опасна ли для него космическая радиация? Какой должна быть термоизоляция? Как будет воздействовать длительная невесомость на человека? Сможет ли он при этом питаться, мыслить, работать и в конце концов просто дышать? В земных условиях имитировать невесомость можно лишь одним способом. Самолет поднимается на максимальную высоту и, выключив двигатели, начинает падение вниз. Тогда люди на борту и будут находиться в состоянии искусственной невесомости. Но оно может длиться лишь 25-30 секунд. А этого недостаточно, чтобы изучить влияние невесомости на организм человека. Группа добровольцев проходила испытания на различных тренажерах. Эти эксперименты показали, что тренированный человек вполне способен выдержать десятикратную перегрузку. Поэтому, чтобы увеличить объем кабины космического корабля, Феоктистов предложил сделать спускаемый аппарат шарообразным. Первый советский космический корабль «Восток» состоял из двух отсеков. Спускаемого аппарата, где размещался космонавт, и приборного отсека с аппаратурой. Они соединялись к кабель-мачтой, через которую были связаны их электроцепи. Сам спускаемый аппарат представлял собой сферу диаметром 2,5 метра с катапультируемым креслом внутри. Во время посадки над этой сферой раскрывался парашют, а космонавт катапультировался, спускаясь на Землю, также на парашюте. Для того, чтобы совершить посадку, нужно было развернуть корабль и в определенное время включить тормозной двигатель. Скорость корабля при этом уменьшалась, и он начинал сходить с орбиты. 15 мая 1960 года. Первый запуск «Востока» прошел успешно. Через четыре дня полета Земля дала команду включить тормозную двигательную установку. Однако подвела систему ориентации. Вместо того, чтобы затормозить, корабль разогнался и поднялся на более высокую орбиту, где и оставался до 1965 года. Только через три недели после этой неудачи Королев отправил на орбиту корабль с двумя собаками. Животные во время полета чувствовали себя превосходно. И даже облаяли пролетевший мимо американский спутник «Эхо». Спустя сутки полета корабль начал снижение. Есть тормозной импульс. Доклонение от расчетной точки 10 километров. Перед посадкой из спускаемого аппарата отстрелился контейнер с собаками. В тот же день весь мир узнал их клички «Белка» и «Стрелка». «Белка» и «Стрелка» стали известны на весь мир. Их портреты печатались в газетах и журналах. Выпускались марки и открытки с их изображением. В честь их полета устраивались пресс-конференции. А ученые получили самый главный результат. У собак не было выявлено отрицательных изменений после полета. Вскоре «Стрелка» принесла потомство – шесть здоровых щенков. Теперь ученые знали, что живые существа в состоянии перенести космическое путешествие. Можно было готовить к полету человека. Тогда-то и появились слухи, будто бы такой полет уже состоялся. Почву для подобных слухов обеспечивала тотальная секретность, окружавшая советскую космическую программу. Во время испытаний кораблей «Восток» ученые проверяли работу радиоканалов, по которым предполагалось контролировать состояние пилота во время полета. Для имитации пребывания человека в космосе на борту ракеты устанавливались магнитофоны, которые воспроизводили биение сердца и человеческое дыхание. Их-то и слышали два итальянских радиолюбителя. А однажды на магнитофон записали выступление хора имени Пятницкого. Потребовалось еще два успешных запуска, чтобы убедиться, система не даст сбоев, и риск для человека будет минимальным. К осени Королев уже был уверен в успехе запуска человека в космос. Оставалось определить, кто полетит. Совершенно секретно. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 октября 1960 года. Принять предложение о подготовке и запуске космического корабля. Объект «Восток-3А» с человеком в декабре 1960 года. Считай его задачей особого значения. В начале 1959 года во многих авиационных частях появились столичные гости. А что он спрашивает? Да ничего особенного. Они изучали личные дела молодых летчиков и приглашали их на собеседование. Желаете ли вы летать на более современных типах самолетов? Так точно. На более скоростной технике, чем истребители? Так точно. Пока можете быть свободны. Гости уезжали, и казалось, на этом все закончится. Но к зиме тех, кто прошел отбор, начали вызывать в Москву. Когда проектирование корабля «Восток» подходило к завершению, встал вопрос о том, кого отправить в космос. Медики утверждали, что лететь должен специалист по авиационной медицине. Инженеры настаивали на полете конструктора космической техники. Но выбор остановили. На летчиках истребительной авиации. Они обладают достаточной физической подготовкой, чтобы выдержать нагрузки. Имеют разностороннее образование. Летчик может быть пилотом и штурманом, инженером, радистом. Возраст не старше 30 лет, рост не выше 170 сантиметров, вес не более 70 килограммов. 9 декабря 1959 года заявление с просьбой зачислить его в группу подготовки написал и старший лейтенант 169-го истребительного полка Юрий Гагарин. А уже через неделю его и еще 205 кандидатов вызвали в Москву для прохождения медицинского обследования. Из них лишь 12 человек были включены в первый отряд космонавтов и направлены на обучение в воинскую часть 26-266, будущий Центр подготовки космонавтов. К 2010 году Центр подготовки космонавтов имени Гагарина выпустил более 400 специалистов из 30 стран. 212 из них совершили космический полет. В общей сложности они провели на орбите 22 790 суток, что составляет более 62 лет. Самым молодым космонавтом за всю историю является Герман Титов. В день старта ему было 25 лет. Дверь в космос уже приоткрылась. Но никто на Земле не знал, что за ней находится. С какими трудностями столкнется человек, входя туда. К чему он должен быть готов. Будущие космонавты проходили испытания на вибростендах на случай возникновения вибрации в полете. Проверялась способность переносить огромные перегрузки в центрифуге и сохранять при этом работоспособность. Медики не могли знать, какие нагрузки ожидают космонавтов при взлете, посадке или в космосе. Во время испытаний на центрифуге создавались перегрузки, заведомо большие тех, которые возникали во время полета. Центрифуга состоит из электропривода, фермы с противовесом и кабины, закрепленной на конце фермы. Кабина также может вращаться в трех направлениях. Эта конструкция позволяет создавать перегрузку до 30 единиц. 30 Ж. Сегодня на центрифуге космонавтов испытывают на перегрузку 5 Ж. в направлении голова-таз и 8 Ж, в направлении грудь-спина. При этом во время полета по программе «Союз» перегрузки при взлете составляют около 4 Ж, а при спуске 6 Ж. Но в 1975 году после аварии второй ступени ракеты-носителя экипажу в составе Василия Лазарева и Олега Макарова пришлось перенести перегрузку около 20 Ж, которая для неподготовленного человека смертельна. Проверялась способность космонавтов работать в условиях жары и холода, повышенного и пониженного атмосферного давления. Проводилась психологическая подготовка. Кандидаты по несколько суток проводили в сурдокамерах. Сурдокамера. Помещение со звуконепроницаемыми стенами. Психологическое воздействие этой абсолютной тишины на каждого отдельного человека непредсказуемо. Всего через 20 часов нахождения в таком помещении один из испытуемых утверждал, что его камера быстро вращается, хотя она оставалась совершенно неподвижной. Другой докладывал, что видит, как над ним смыкаются стены помещения. Еще одному пилоту начало казаться, что приборная доска плавится и по каплям стекает на пол. При подготовке космонавтов кандидаты проводят в сурдокамере несколько суток. Космонавтов ждали парашютные прыжки, двухместный МиГ-15 переоборудованный под имитатор невесомости и катапультирование с наземного стенда. Первый полет человека в космос намечался на декабрь 1960 года. Но ему не суждено было состояться. В это время на полигоне Тюратам готовили к запуску межконтинентальную ракету Р-16 конструкторского бюро Янгеля. Военные спешили, и когда обнаружилась неисправность, главнокомандующий ракетными войсками маршал Митрофан Неделин вопреки инструкции распорядился устранить ее прямо на заправленной ракете. Из-за неисправности электроцепи во время ремонта произошел запуск двигателей второй ступени. Секретно. Телефонограмма в ЦК КПСС от 24 октября 1960 года. 18.45. За 30 минут до начала пуска изделия 8К-64 на заключительной операции к пуску произошел пожар, вызвавший разрушение баков с компонентом топлива. В результате имеются жертвы в количестве до ста или более человек, в том числе несколько десятков человек со смертельным исходом. Подпись Михаил Янгель Всего в тот день погибли 92 человека, включая маршала Неделина. Янгель уцелел чудом. За минуту до взрыва он отошел покурить. Янгель Михаил Кузьмич Основоположник нового направления в ракетной технике, суть которого заключалась в использовании высоко кипящих компонентов топлива и автономной системы управления ракет стратегического назначения. Руководила разработкой ряда космических аппаратов и ракет. Лишь в начале декабря команда Королева смогла приступить к новым испытаниям космических кораблей. 9 марта 1961 года на орбиту вышел корабль, на котором впоследствии предстояло полететь человеку. Кресло пилота занимал манекен Иван Иванович. Внутри него находились клетки с мышами и морскими свинками. А в спускаемом аппарате разместили контейнер с собакой-чернушкой. Полет проходил успешно. Началась посадка. Не прошло отделение спускаемого аппарата. Корабль уже шел к земле, но спускаемый аппарат не отделялся от приборного отсека. Кабель мачта, соединяющая два отсека, не отсоединилась. Лишь благодаря высокой температуре при торможении мачта сгорела. И разделение, наконец, произошло. Этот сбой привел к тому, что спускаемый аппарат приземлился на расстоянии 400 километров от предполагаемого места посадки. Но чернушка вернулась на землю здоровой. И комиссия признала полет успешным. А риск для будущего космонавта – минимальным. Две недели спустя в Институте авиационной и космической медицины шел обычный рабочий день. В Сурдобарокамере уже 10 дней томился старший лейтенант Валентин Бондаренко. Тренировка подходила к концу, и ему разрешили снять медицинские датчики. Валентин протер кожу ватным тампоном, смоченным в спирте, и бросил его в корзину для мусора. Вдруг все помещение внутри камеры охватило пламя. Загорелся костюм на космонавте. Как оказалось, тампон упал на включенную электроплитку. Насыщенная кислородом атмосфера барокамеры вспыхнула. Сотрудники бросились к люку, но быстро открыть камеру было невозможно. В ней поддерживалось пониженное давление. Всю дорогу до больницы Бондаренко повторял. Я сам виноват. Восемь часов врачи боролись за жизнь космонавта. Но спасти Валентина не удалось. Весть об этой трагедии пришла на космодром в день генеральной репетиции полета. В шесть часов вечера двое космонавтов, Юрий Гагарин и Герман Титов, в скафандрах выехали на старт. Имя первого космонавта и его дублера все еще не было названо. И участие в генеральной репетиции именно Гагарина и Титова вовсе не означало, что они полетят первыми. На космодроме, имитируя подготовку к старту, космонавты поднялись к люку корабля. Но в космос отправлялся пока лишь очередной манекен. Внимание! Персоналу покинуть стартовую площадку. Часовая готовность. Полет прошел без замечаний, но вновь сбой на этапе спуска. Снова не отделился разъем кабель мачты. Перелет расчетного места посадки составил 660 километров. Но конструкторы были уверены, что эти проблемы риска для жизни космонавта не представляют. Совершенно секретно. Из итогового совещания Государственной комиссии назначить старт пилотируемого корабля «Восток-1» на 11-12 апреля 1961 года. 10 апреля в беседке на берегу Сырдарьи собрались конструкторы, военные и шестеро членов отряда космонавтов. Все шестеро знали о неполадках на спуске. Но все шестеро были готовы лететь. Они знали, что полет состоится завтра. Но до окончательного решения Государственной комиссии никто не знал, кто станет первым. И Королев объявил. Дорогие товарищи Юрий Алексеевич и Герман Степанович, я хочу вас поздравить с великой честью совершить первый полет в космосе. Утром 11 апреля ракету вывезли на старт. Конструктор корабля Константин Феоктистов провел последний инструктаж с Гагариным и его дублером Германом Титовым. Наступила ночь. На стартовой площадке стояла ракета, которой через несколько часов предстояло отправиться в космос. Невиданно мощная машина, в которой не летал еще никто на свете. В которую предстояло сесть 27-летнему парню и отправиться туда, где никто еще не бывал. Это не могло не быть страшно. А 27-летний парень спал. 12 апреля космонавтов разбудили в полшестого утра. В шесть состоялось заседание Государственной комиссии. Замечаний не оказалось. Все специалисты, отвечавшие за ракету и корабль, поставили свои подписи. Из воспоминаний академика Бориса Чертока. «Если бы сейчас положили на полигоне корабль «Восток», никто не проголосовал бы пускать такой ненадежный корабль. Я тоже подписал, что гарантирую безопасность полета. Сегодня я бы этого не сделал. Получил огромный опыт и понял, как сильно мы рисковали». В 9 часов утра космонавты прибыли на старт. Провожая Гагарина, некоторые из космонавтов просто плакали, понимая, что могут никогда его больше не увидеть. Гагарин занял место в корабле. Сразу обнаружилась неисправность. Был не полностью закрыт люк. Пришлось его открывать и снова закрывать. 9 часов 7 минут по московскому времени. 12 апреля. Год 1961. Два часа в ожидании старта Гагарин находился в кабине. Он слушал команды и насвистывал песню Ландыша. «Кедр». «Кедр». «Я, «Заря-1». Разгружите меня. Буду вам транслировать команды. Прием». «Минутная готовность». «Кедр». «Я, «Заря-1». Внимание. Минутная готовность. Минутная готовность. «Заря-1». «Я, «Кедр». Понял минутная готовность. Немал исходное положение. Заря-1». «Поэтому несколько задержался ответом. Прием». Вруч на старт. Вруч на старт. Есть старт. Протяжка 1. Здесь протяжка. Продувка. 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 Есть задувка. Вруч на длина. Есть длина. Зажигание. 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 Желаю вам доброго полета. Продолжение следует. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время в 10 часов 2 минуты. Гагарин докладывал, что чувствует себя хорошо. Он ел, делал записи, вел наблюдения. Но первая проблема выявилась почти сразу после старта. Высота полета востока выбиралась с таким расчетом, что если тормозная двигательная установка откажет, корабль сам сойдет с орбиты в течение 5-7 суток. Но он поднялся на 100 километров выше. К счастью, двигательная установка сработала вовремя. Но выключилась она на секунду раньше. В сопло начал поступать азот из системы наддува, что привело к неуправляемому вращению корабля. Команда на отделении системного аппарата от приборного отсека не прошла. Как поняли? Повторялась история с предыдущими кораблями. Восток, вращаясь, падал на Землю со скоростью 220 метров в секунду. Только на высоте 130 километров отсек с космонавтом наконец отделился. На высоте 7000 метров автоматически сработала система катапультирования кресла с космонавтом. По непонятной причине вместе с основным парашютом вышел и запасной. На этих двух парашютах у деревни Смеловка Саратовской области и спускался на Землю первый космонавт планеты Земля. Полет продолжался 1 час 48 минут. Но для всего мира он стал событием, равного которому не было. Своей известностью Гагарин затмил всех политических деятелей и кинозвезд вместе взятых. Во время визитов в зарубежные страны его самолет встречали и сопровождали торжественные эскорты истребителей. Жители городов высыпали на улицу, чтобы просто увидеть его. Королева Великобритании Елизавета II вопреки всем традициям сфотографировалась с ним на память, заявив, что он не обычный земной человек, а небесный. Гагарин посетил с визитами 30 стран, выступая порой по 18-20 раз в сутки. 14 апреля Юрий Гагарин докладывал Государственной комиссии о результатах полета. Я хотел доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Космонавт не сошел с ума и не страдал от дезориентации. Он принимал пищу, а значит мог дольше оставаться на орбите. Он мог работать, а значит ему можно было поручить сложные манипуляции. Человек мог жить и работать в космосе. Перед исследователями встала следующая задача. Проверить, можно ли без вреда для здоровья находиться на орбите сутки и более. Самочувствие Гагарина в течение полета оставалось хорошим. Но это всего один виток. Запуски собак показывают, что на третьем витке они теряют бодрость, отказываются принимать пищу, замедляется реакция. Медики опасались, что и с организмом человека могут происходить похожие процессы. Лишь более длительный полет мог помочь ученым оценить его влияние на организм человека. Поэтому «Восток-2» готовили к суточному полету. В космос отправлялся Герман Титов. Титову пришлось много сделать впервые. Он дважды вручную ориентировал корабль, фотографировал Землю через иллюминатор, вел радиопереговоры и выполнял физические упражнения. Титов впервые воспользовался космическим туалетом. Ему же первому удалось поспать в полете. Орел, я Заря, как слышите меня? Орел, Орел, я Заря, как слышите меня? Прием! Он что, уснул там, что ли? Титов действительно проспал очередной сеанс связи, что стало поводом для шуток. После этого случая было принято решение сконструировать космический будильник. После третьего витка у Титова начались проблемы с вестибулярным аппаратом. Энтузиазма в голосе поубавилась. Его попросту укачивало. Медикам пришлось вносить существенные изменения в методике тренировок. После первых полетов стало ясно, что высота до 500 километров вполне доступна для космических аппаратов. Но для длительных полетов и проведения экспериментов нужны корабли гораздо большие, чем «Восток». А имевшаяся ракета могла вывести в космос не более пяти тонн груза. Существовал еще один вариант – состыковать несколько кораблей на орбите воедино. Стыковка. Два корабля в космосе соединились в одно целое. Получилась космическая станция. Но тут возникали новые проблемы и вопросы. Нужно было научиться одновременно запускать в космос несколько аппаратов, сближать их, а затем состыковывать. Для начала Королев предложил реализовать групповой полет кораблей. Просто два корабля на орбите, летящие рядом в пределах видимости. Но что стояло за этой задачей? Сведение в космосе двух кораблей, не имеющих двигателей маневрирования – воистину ювелирная работа. Вся трудность ее выполнения ложится на наземные службы. Именно они должны рассчитать скорость и время старта так, чтобы корабли сошлись в космосе на расстояние прямой видимости. Запуск корабля «Восток-3» с Андрианом Николаевым состоялся 11 августа 1962 года. 12 августа стартовал «Восток-4» с Павлом Поповичем. Точность выведения была столь велика, что после выхода на орбиту второго корабля космонавты сразу увидели друг друга. Их разделяло всего 6 километров. Николаев пробыл на орбите четверо суток, Попович – трое. Чувствовали они себя при этом прекрасно. Следующие два космических рейса в точности воспроизводили предыдущий. Но на одном из кораблей летела женщина. 14 июня 1963 года в космос отправился корабль «Восток-5» с космонавтом Валерием Быковским на борту. Через двое суток стартовал «Восток-6» с Валентиной Терешковой. Быковский успешно выполнял программу полета. А вот Терешкова не смогла полностью выполнить запланированные эксперименты. На вопросы Земли отвечала уклончиво. У нее начались сильные боли в голени и плечах. Несмотря на это, чайка, позывной Валентины Владимировны, совершила 48 витков вокруг Земли, проведя почти трое суток в космосе. Она не жаловалась на свое самочувствие. Но полет решено было прекратить досрочно. Перед спуском у Терешковой долго не получалось сориентировать корабль, и для нее пришлось разрабатывать специальную инструкцию. 19 июня 1963 года в Алтайском крае первая в мире женщина-космонавт совершила посадку. Королев предложил сконструировать на основе «Востока» трехместный корабль. Константин Феоктистов категорически отказывался и изменять конструкцию «Востока». Тогда Королев пошел на хитрость. Он пообещал, что одно место в новом корабле будет зарезервировано за ним. Соблазн был велик, и Феоктистов согласился. Чтобы разместить трех космонавтов в кабине, пришлось отказаться не только от катапультирования при спуске, но и от скафандров. Теперь космонавты летели в спортивных костюмах лежа на спине с подогнутыми к груди коленями. Впервые использовалась система мягкой посадки, включающая два основных парашюта и пороховые двигатели. Установили дублирующий тормозной двигатель. Масса корабля выросла на 600 килограммов, что потребовало создания третьей ступени ракеты-носителя. Королев сдержал свое обещание. В полет отправились не только инженер-полковник Владимир Комаров, но и два научных специалиста — врач Борис Егоров и конструктор корабля Константин Феоктистов. Запуск состоялся 12 октября 1964 года. Космонавты пробыли на орбите сутки и успешно вернулись на Землю. Полет вызвал огромный резонанс во всем мире. Поскольку и вид ракеты, и вид корабля были засекречены, на Западе сочли, что «Восход» — это аппарат совершенно нового типа, и называли его «космическим линкором» за его предполагаемый размер. Второй «Восход» готовили к принципиально другому полету. На этот раз летели всего два космонавта и в скафандрах — Алексей Леонов и Павел Беляев. Одному из них предстояло выйти в открытый космос, для чего разработали надувную шлюзовую камеру. Шлюз крепится снаружи спускаемого аппарата. И надувается по сигналу с пульта. Космонавт открывает люк корабля, переходит в шлюзовую камеру. Затем люк корабля закрывается, и открывается люк шлюзовой камеры. И космонавт выходит в открытый космос. 18 марта 1965 года на космическом корабле «Восход-2» открылся люк шлюзовой камеры. «Восход-2» «Восход-2» «Нахожусь на обрезе шлюза» «Начинаю выполнять задания» «Лёша, снять крышку с объектива кинокамеры» «Снять крышку с объектива кинокамеры» В кабине находился командир Павел Беляев, а второй пилот Алексей Леонов впервые в мире выходил в открытый космос. «Восход-2» «Снял, снял крышку» «Вижу, вижу небо, землю» «Человек вышел в космическое пространство» «Человек вышел в космическое пространство» «Находится в свободном плавании» Прошло всего четыре года после первого полета Гагарина. Мир был вновь поражен новым достижением советской космонавтики. Впервые человек покинул борт космического корабля и вышел в открытый космос. Леонов уже возвращался на корабль, когда столкнулся с неожиданными трудностями. Скафандр под давлением воздуха изнутри раздулся, и космонавт не мог попасть в шлюзовую камеру. Запас кислорода рано или поздно должен был закончиться. Казалось, Леонов обречен. Для выхода в космос НПО «Звезда» изготовила первый в мире космический скафандр «Беркот». Скафандр должен защищать человека от вакуума, облучения и воздействия температуры. Если космонавт находится на солнечной стороне, скафандр нагревается до плюс 140 градусов. В тени эта температура падает до минус 130. «Беркут» представлял собой комбинезон, сделанный из нескольких слоев пленки с блестящей алюминиевой поверхностью. Глаза защищал светофильтр из органического стекла. Система жизнеобеспечения рассчитывалась на 45 минут работы и размещалась в ранце с кислородным прибором и баллонами. В шлюзовой камере установили резервную кислородную систему, которая соединялась со скафандром при помощи шланга. Создать на Земле условия космического вакуума невозможно. Скафандр прошел испытания в барокамере в безвоздушном пространстве, соответствующем высоте лишь 60 километров. Но на такой высоте еще чувствуется влияние атмосферы. А Леонов вышел в открытый космос на высоте более 200 километров. Давление внутри скафандра составляло около 600 миллиметров ртутного столба, а снаружи около десяти. И скафандр раздулся. Он увеличился настолько, что руки космонавта не могли попасть в перчатки. Помочь ему не мог никто. Опять не получается. Чтобы закрыть за собой люк шлюзовой камеры, Леонову нужно было войти в узкий шлюз ногами вперед. Несколько попыток оказались неудачными. Казалось, нужно лишь снизить давление в скафандре, но это могло стать смертельным для космонавта из-за риска возникновения кессонной болезни. Кессонная болезнь происходит из-за быстрого понижения давления вдыхаемой газовой смеси. При этом азот, растворенный в крови, начинает выделяться в виде пузырьков. Кровь буквально вскипает, разрушая стенки кровеносных сосудов и блокирует кровоток, что может привести к параличу и смерти. Нарушая все инструкции и не сообщая на землю, Леонов повернул регулятор, снизив давление в скафандре вдвое и двинулся в шлюз головой вперед. Теперь получилось. Но люк шлюзовой камеры позади оставался открытым. Попасть в кабину корабля можно было, лишь закрыв его. С большим трудом космонавту удалось развернуться внутри камеры. Давление в скафандре оставалось критически низким. Пульс Леонова увеличился до 190 ударов в минуту. Еще несколько секунд. Но вот, наконец, люк закрыт. В шлюзовую камеру начал поступать воздух, а затем открылся люк корабля. Выходы в открытый космос до сих пор считаются чрезвычайно опасными. Одна из причин – возможность столкновения с космическим мусором. Скорость космонавта, двигающегося на орбите вместе с кораблем, составляет около 7,7 км в секунду. Это в 10 раз выше скорости полета пули. Таким образом, кинетическая энергия даже маленькой частицы краски или песчинки эквивалентна энергии пули, обладающей в 100 раз большей массой. Повреждения или проколы скафандров во время выполнения работ грозят разгерметизацией и быстрой смертью космонавта. Во время полета американского корабля «Атлантиас» в апреле 1991 года маленький пруд проколол перчатку одного из астронавтов. Лишь по счастливой случайности пруд застрял в скафандре, блокировав образовавшиеся отверстия, и разгерметизации не произошло. Рекордсменом по выходу в открытый космос является космонавт Анатолий Соловьев, совершивший 16 выходов общей продолжительностью 78 часов 46 минут. Леонов возвратился на корабль с криком «Ура!». Пот с него не катился, а буквально лил. Но кричать «Ура!» было рано. Восход-2 долгое время находился одной стороной, повернутым к солнцу. С одной стороны корабль нагревался до плюс 150 градусов, а с другой охлаждался до минус 140. Из-за перепада температур корпус корабля деформировался, и в люке образовалась крохотная щель, через которую начал выходить воздух. Система регенерации автоматически увеличила давление. Атмосфера корабля начала наполняться кислородом. Концентрация кислорода достигла предела, после которого малейшая искра могла вызвать пожар, подобно тому, который убил Валентина Бондаренко. Семь часов космонавты находились под угрозой взрыва. Лишь когда внутреннее давление воздуха в корабле ликвидировало деформацию, щель закрылась. Количество кислорода начало уменьшаться. Совершив 17 витков, «Восход-2» уже готовился к посадке. Как вдруг… «Заря, Заря, я Алмаз, как слышите?» «И сработала автоматизированная система ориентации». Посадку отменили. Корабль ушел на следующий виток. Беляев перевел корабль на ручное управление. «Восход-2» находился над Москвой, когда космонавты сами рассчитывали место посадки. Они нацеливались в точку, находящуюся в 150 километрах от Соликамска. Здесь тайга и мало населенных пунктов. Невероятно, но при скорости 28 тысяч километров в час они ошиблись всего на 80 километров. А на Земле волновались. Корабль ушел из зоны радиовидимости. Более четырех часов судьба космонавтов оставалась неизвестной. Вскоре по радио приняли сигнал «ВН, ВН, ВН». Это было сообщение от экипажа «Все нормально». Посадка произошла в заснеженной тайге Урала. «Между деревнями Сороковая и Щучино. В лесу видим парашюты двух космонавтов. Космонавты сидят обедом. Корабль приземлился в густом лесу. Кругом глубокий снег». Приземлиться рядом вертолет не мог. И спасатели пробивались к кораблю двое суток. А космонавты оставались в скафандрах, в которых от пота скопилось много влаги. При этом температура воздуха была минус 5 градусов. Пришлось раздеваться, выжимать белье, надевать его вновь и кутаться в обрывке фольги от скафандра и парашютную ткань. Два человека только что побывали на орбите, совершили операцию по выходу в открытый космос. Столько пережили всего за одни сутки. Теперь они вынуждены были дожидаться спасателей, а затем вместе с ними рубить дрова и жечь костер около своего корабля. Последнего слова космической техники. Когда пришли спасатели, космонавты на лыжах отправились к вертолету. Из выступления Алексея Леонова 23 марта 1965 года. «Мне посчастливилось увидеть Землю, солнце и звезды не из иллюминатора космического корабля, не в узком секторе, а объемно и, пожалуй, более полно, чем мы обычно видим окружающий нас мир». Картина космической бездны, которую я увидел своей грандиозностью, необъясностью, яркостью красок и резкостью контрастов, пустой темноты со слепительным сиянием звезд просто поразила и очаровала меня. До вершения картины представьте себе, на этом фоне я вижу наш космический советский корабль, озаренный ярким цветом солнечных лучей. Субтитры создавал DimaTorzok К Луне со скоростью 2,5 км в секунду приближался космический аппарат. «Идет ориентация по вертикали». «Расчетного времени посадки 5 часов. Высота 75 тысяч метров. Торможение». Уже над поверхностью Луны от него отделился один из элементов и тут же превратился в огромный мяч. Впервые в мире автоматическая межпланетная станция совершила мягкую посадку на Луну. А еще через 4 минуты раскрылись лепестки антенн и металлический шар преобразился в удивительный цветок. Советская станция «Луна-9» вышла на связь с Землей. «Луна-9» 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 «Замекание» «Луна-9» 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 «Стравим вам 05 полета!» 23 апреля 1967 года космический корабль «Союз-1» с космонавтом Владимиром Комаровым на борту совершал второй виток вокруг Земли. Рубин, я Заря-10. Доложите самочувствие. Самочувствие хорошее. Параметры кабины в норме, но не раскрылась левая солнечная батарея. Зарядный ток только 13-14 ампер. Не работает КВ-связь. Попытка закрутить корабль на Солнце не прошла. Попытайтесь сориентировать корабль на Солнце на 2-1. Экономьте топливо и энергию. Далеко в космосе Владимир Комаров пытался в одиночку спасти свой корабль. Корабль, на котором в ближайшем будущем планировалось совершить первый полет к Луне. Луна. Днем ее поверхность накаляется до плюс 120 градусов по Цельсию, а ночью остывает до минус 160. Небо здесь всегда черное, даже днем. Земной диск с Луной выглядит почти в 4 раза больше, чем Луна с Земли. Сила притяжения на Луне примерно в 6 раз меньше, чем на Земле. Так называемые лунные моря и океаны представляют собой обширные низины, некогда залитые базальтовой лавой. Согласно астрономической терминологии, Луну нельзя назвать планетой, поскольку она является спутником Земли. Подавляющее большинство кратеров на Луне образовались в результате падения метеоритов, комет и астероидов. Оригинальные имена объектам лунной поверхности были присвоены в 17 веке по системе, предложенной итальянским астрономом Джованни Ричолли. К примеру, темные пятна получили романтические названия Океан Бурь, Море Ясности, Море Спокойствия, Море Кризисов, Море Дождей. Видимые горы назвали по аналогии с земными – Альпы, Кавказ, Алтай, Карпаты. А крупнейшие кратеры были поименованы в честь астрономов прошлого – Аристарх, Анаксагор, Коперник, Кеплер. До недавнего времени считалось, что на Луне нет и не может быть запасов воды. Однако в районе южного полюса Луны, на дне затененных кратеров, где царит температура, близкая к абсолютному нулю, обнаружено не менее 600 миллионов тонн воды в виде ледяных глыб. Скорее всего, они появились там в результате падения кометы. Еще не летали в космос Юрий Гагарин и Герман Титов. А Сергей Королев уже строил планы завоевания Луны. Естественный спутник Земли должен был стать первым небесным телом, куда высадится человек. Для запуска искусственного спутника Земли необходимо придать ему первую космическую скорость – 7,9 километров в секунду. Но чтобы он отправился в межпланетное путешествие, нужно развить скорость, которую называют второй космической – 11,2 километра в секунду. То есть доставить космический корабль к Луне могла только более мощная ракета, чем та, что доставляла на орбиту спутник или космонавтов. Отправляя свой самый первый аппарат на Луну, конструкторы Королева просто добавили к ракете Р-7 еще одну ступень. В момент выхода на орбиту этот блок запускал свои двигатели и разгонял аппарат до второй космической скорости. 14 сентября 1959 года к Луне прибыла советская межпланетная станция Луна-2. Системы мягкой посадки она не имела. И первый в мире межпланетный аппарат просто врезался в лунный грунт. Старт межпланетным полетам был дан. Сергей Королев планировал вновь удивить мир. Показать то, что без полетов в космос увидеть невозможно – обратную сторону Луны. Луна вращается вокруг своей оси. Однако всегда вращена к Земле лишь одной стороной. Происходит это потому, что ее движение вокруг Земли и собственное вращение за миллиарды лет синхронизированы. Луна, как известно, вызывает своим гравитационным воздействием приливы на Земле. Но и Земля оказывает приливное воздействие на Луну. Но поскольку на Луне нет воды, Земля действует на кору, постепенно замедлив вращение Луны. Долгие века обратная сторона Луны оставалась загадкой. Выдвигались самые смелые гипотезы по поводу того, что же там может быть. Например, говорили, что обратная сторона представляет собой огромную впадину, что там располагаются базы инопланетян. Астрономы всегда мечтали увидеть обратную сторону Луны. Но осуществить эту мечту можно было лишь одним способом. Облететь Луну на космическом аппарате. Аппарат Королева «Луна-3» представлял собой целый фототелевизионный комплекс. Он снимал обратную сторону Луны на пленку, проявлял ее и с помощью телекамеры транслировал кадры на Землю. Фотопленку нужного качества в СССР не производили, и конструкторы воспользовались трофейной. Границу Советского Союза то и дело пересекали американские зонды-разведчики с установленными на них фотоаппаратами. Советские средства ПВО сбивали эти воздушные шары. У конструкторов Королева была возможность использовать добытую пленку. В районе горы Кошка, где разместился временный командный измерительный комплекс, было прекращено движение транспорта и работа приборов, создающих радиопомехи. Есть сигнал. Сигнал устойчивый. Что там у вас? У нас получилось, что Луна. Круглая. Сейчас уберем помехи, и следующие кадры будут нормальными. Вскоре в газетах появились фотографии, которые казались фантастикой. Впервые за время существования цивилизации мир увидел обратную сторону Луны. Секретно. Проект постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР. Создать межпланетный корабль с экипажем 2-3 человека для облета Луны с последующим возвращением на Землю. Срок создания 1961-1964 годы. Для пилотируемого полета к Луне отдел Михаила Тихонравова предложил проект нового корабля под названием «Союз». Комплекс состоит из кораблей трех типов. Двухместный пилотируемый корабль, разгонный ракетный блок и четыре танкера с топливом, которые позволят ему долететь до Луны и вернуться обратно. Макет «Союза» уже был готов, когда у бюро Королева неожиданно появился конкурент. Владимир Челомей предложил свой вариант полета к Луне. Челомей Владимир Николаевич. Выдающийся конструктор ракетно-космической техники. Академик. Разработчик боевых крылатых ракет, космических аппаратов и орбитальных станций. Как и Королев, долгое время оставался одним из самых засекреченных ученых страны. Челомей предложил новую трехступенчатую ракету УР-500К и космический корабль ЛК-1. Система Челомея имела явные преимущества. Его ракета обладала большей грузоподъемностью, а корабль имел меньшую массу, поскольку был рассчитан на одного пилота. Это позволяло отказаться от сложной стыковки на орбите и сразу запустить корабль с космонавтом к Луне. Сегодня ракета Челомея, известная как «Протон», используется для запуска межпланетных станций и тяжелых спутников. 14 октября 2010 года осуществлен уже 360-й запуск ракеты, которая признана одной из самых надежных в мире. 20 тонн на опорной орбите. Извините, но это на 15 тонн больше, чем дает сегодня «семерка». Такая ракета нам нужна. А корабль? СССР, конечно, лучше. Он обеспечит нам и полет вокруг Луны, и выставим поверхность. Космический корабль Челомея не подходил для полета к Луне. Один член экипажа не мог справиться со всем объемом работы во время полета к Луне и посадки на ее поверхность. Но оптимальное решение было найдено. Соединить корабль «Союз Королева» с ракетой «Протон». Оставалось испытать «Союз» на орбите. И путь к Луне открыт. Главный конструктор уже разрабатывал планы стыковки кораблей на орбите. Переходы космонавтов из одного корабля в другой через открытый космос в скафандрах. 5 января 1966 года Сергей Королев был госпитализирован в Кремлевскую больницу на улице Грановского. Ему собирались сделать несложную операцию на кишечнике. Сергей Павлович взял с собой книги, в том числе сборник фантастических повестей Станислава Лема. И собирался немного отдохнуть от изнурительной работы. Утром 14 января Королев лег на операционный стол. Выяснилось, что была допущена ошибка в диагнозе. Хирурги обнаружили опухоль. Врачам удалось довести операцию до конца, но сердце Королева не выдержало многочасового наркоза. Сергей Павлович Королев скончался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Через два дня газета «Правда» напечатала его портрет. И страна впервые увидела человека, который открыл миру дорогу в космос. Один из самых засекреченных ученых Советского Союза стал одним из самых знаменитых людей на планете. 17 января с 12 часов дня до 8 часов вечера Москва несла цветы к колонному залу Дома Союзов. А через три недели, а через три недели, словно в память о Сергею Павловичу еще один цветок раскрылся на Луне. Советская станция «Луна-9» впервые в истории совершила мягкую посадку на поверхности спутника Земли. Первый старт Союза состоялся лишь через год после смерти Королева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 23 апреля 1967 года в 5 часов утра корабль, пилотируемый Владимиром Комаровым, стартовал с первой площадки космодрома «Байконур». В это же время с площадки номер 31 готовился старт корабля с экипажем из трех человек. Космонавты Быковский, Елисеев и Хрунов должны были осуществить первую в мире стыковку на орбите с кораблем Комарова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проблемы начались сразу после выхода Союза-1 на орбиту. Левая солнечная батарея по-прежнему не открывается. Корабль быстро терял запасы электроэнергии. Запуск второго корабля отменили, а Комарову приказали готовиться к досрочному приземлению. Внимание! Всем быть на связи! В готовности к немедленному замыканию на борт Союза-1. Говорите, корабль на связи. Товарищ Комаров, здравствуйте! Как слышите меня? Здравствуйте! Слышу вас нормально! С Комаровым говорил тогдашний премьер, председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин. Мы внимательно следим за вашим полетом. Мы знаем о том, что вы столпулись строго с ними. И принимаем все меры для их устранения. Что мы можем для вас сделать? Заботьтесь о моей семье. Прошли сутки после старта. Комарову передали распоряжение садиться на 19-м витке в районе Орска. Наконец, включилась тормозная двигательная установка. Корабль вошел в атмосферу. Операторы вздохнули с облегчением. Союз шел к земле. Но во время спуска основной парашют не вышел. Корабль начал вращаться. Сработала автоматика, выпустившая запасной парашют. Но быстрое вращение корабля привело к тому, что стропы его скрутились. И купол не успел наполниться. На скорости 60 метров в секунду Союз-1 врезался в землю. Когда спасатели прибыли к месту посадки, они увидели пылающие обломки. Пожар тушили местные жители. В этом огне погиб летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, Владимир Комаров. Первый удачный запуск корабля «Союз» состоялся 26 октября 1968 года. Пилотировал его Георгий Береговой. Позднее была осуществлена истыковка, что позволило создать первую орбитальную станцию. С тех пор в космосе побывало более 100 кораблей «Союз» различных модификаций. В настоящее время «Союз» признан самым надежным космическим кораблем из всех когда-либо создано. У меня фотографии. Их ракета уже на старте. И они планируют пилотируемый запуск к Луне до конца года. Облететь Луну не означает высадиться на нее. Нас опять объявят отставшими. Нужно запускать командный модуль безлунного. Мы не вправе упускать инициативу. 25 мая 1961 года. Из послания президента США Джона Кеннеди к Конгрессу. Настало время, когда наша страна явно должна играть лидирующую роль в космических достижениях. Что во многом может оказаться ключом к нашему будущему на Земле. В своем послании Кеннеди ставил конкретную задачу. Отправить американца на Луну не позднее конца 1970 года. Но самое главное – раньше Советского Союза. Предварительно президент проконсультировался с Вернером фон Брауном. И тот назвал задачу выполнимой. Американцы закрыли глаза на нацистское прошлое фон Брауна. От него теперь зависел успех всей американской космической программы. Вернер фон Браун выступил с предложением, которое напоминало проект Королева. Лунный комплекс можно собрать на околоземной орбите из нескольких модулей. И после этого запустить его к Луне. Но возник новый вопрос. Как обеспечить точную и мягкую посадку огромного комплекса на Луну? А затем, как поднять его с Луны? Нет необходимости сажать на Луну весь комплекс целиком. Давайте разделим его на две части. Ракета доставит корабль к Луне и останется на орбите. Корабль отсоединится от нее и сядет на Луну. После выхода на лунную поверхность астронавты вернутся в корабль, стартуют и состыкуются с ракетой, которая вернет их на Землю. Нам понадобится вдвое меньшая ракета. Идею разделения лунного корабля на две части предложил инженер Джон Хубболт. Позднее он сам указывал, что нашел ее в книге Юрия Кондратюка «Завоевание межпланетных пространств». Кондратюк Юрий Васильевич. Настоящее имя и фамилия Александр Игнатьевич Шаргей. Советский инженер. Проектировал элеваторы и зернохранилища. Самостоятельно вывел формулу Циолковского. Разработал основы теоретической космонавтики. В 41-м вступил в народное ополчение и погиб в боях. НАСА заказало множество книг на русском языке, посвященных космосу. Среди них оказалась и книга Кондратюка. Команда фон Брауна провела необходимые расчеты. Так появился проект, известный под названием «Сатурн-Аполлон». Ракета «Сатурн-5» выводила на орбиту корабль «Аполлон» целиком, включая командный и лунный модули. При выходе на орбиту Земли командный модуль стыковался с лунным и отправлялся к Луне. По прибытии лунный модуль отделялся и спускался на поверхность. Для взлета с Луны использовалась лишь часть лунного модуля. Его взлетная ступень. На орбите она вновь стыковалась с командным модулем. Астронавты переходили на корабль. Взлетный модуль отстреливался и оставался на лунной орбите. Корабль возвращался на Землю. В это время активно разрабатывался и советский лунный проект. В нем также предусматривался вывод на промежуточную орбиту, а затем и к Луне двух кораблей. Один из них оставался на окололунной орбите, а другой осуществлял посадку на Луну. Система управления позволяла космонавту вручную осуществлять посадку на лунную поверхность, пользуясь специальным иллюминатором. Работа шла полным ходом, но выделенных правительством средств явно не хватало. На свой лунный проект правительство США выделило средства, сравнимые с первоочередными программами военного времени. Более 24 миллиардов долларов. Для сравнения, на создание первой атомной бомбы Америка потратила 2 миллиарда долларов. В работах участвовали полмиллиона человек и около 20 тысяч ферм. Космодром американцы возводили на мысе Канаверал во Флориде, где уже находился ракетный полигон. В мае 1963 года здесь заложили фундамент гигантского монтажно-испытательного корпуса высотой 165 метров. В пяти километрах от него на берегу океана строились четыре стартовых комплекса. Целых пять лет потребовалось на строительство огромного стенда для испытания двигателей. 16 апреля 1965 года на стенде уже испытывалась первая ступень ракеты Сатурн-5. Американские конструкторы боялись снова стать вторыми. На Байконуре строились новые стартовые площадки. В СССР готовились к штурму Луны. Американцы спешили. 27 января 1967 года экипаж Аполлона-1 проводил испытания корабля, установленного на ракете-носители. От случайной искры вспыхнул пожар. В насыщенной кислородом атмосфере корабля огонь распространился мгновенно. В пожаре погибли астронавты Вирджил Грисом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи. На кораблях серии «Аполлон» для дыхания астронавтов использовался чистый кислород. Это позволяло уменьшить вес корабля, так как в этом случае требуется меньшее давление внутри него, чем при использовании воздуха. Соответственно, стенки корабля можно было сделать более тонкими. На советских космических кораблях для дыхания использовался воздух. Два первых испытания ракеты «Сатурн-5» прошли успешно. Чтобы сэкономить время, третий беспилотный пуск отменили. И начали готовить пилотируемый полет. Но лунный модуль еще не успели подготовить к испытаниям. Тогда и поступило предложение запустить корабль с тремя астронавтами в облет Луны без посадки на ее поверхность. До второй космической скорости кабину с астронавтами еще не разгонял никто. И никто не знал, какое влияние окажет на людей межпланетное пространство. К принятию окончательного решения подтолкнули данные разведки. На Байконуре готовилась к старту очередная ракета. Были основания полагать, что на ней установлен пилотируемый корабль. И руководство НАСА решило рискнуть. 21 декабря 1968 года к Луне отправился Аполлон-8. Впервые корабль с людьми на борту прибыл к земному спутнику. На девятом витке начался сеанс телепередачи с борта космического корабля. И на Земле миллионы телезрителей увидели на экранах Луну. Полет к Луне и обратно на второй космической скорости занимает свыше пяти суток. Все это время члены экипажа корабля должны работать, питаться, пользоваться туалетом, поддерживать физическую форму, вести активный образ жизни. Однако самые простые действия в невесомости превращаются в особую процедуру. Например, питание. Первым космическую еду на орбите попробовал Юрий Алексеевич Гагарин. В его меню входили щавелевое пюре с мясом, мясной паштет и шоколадный соус. Чтобы кусочки пищи не разлетались по кабине корабля, ученые придумали помещать ее в алюминиевые тубы. При этом любая еда в тубах доводилась до пастообразного состояния и потреблялась холодной. Только в начале 70-х космонавты стали брать с собой специальные электропечки, разогревающие тубы вместе с едой. Сегодня питание космонавтов стало более разнообразным. Продукты помещают в жестяные банки или многослойные пакеты, а разогревают в специальных ячейках рабочего стола. Сентябрь 1966 года. Два года до первого полета американцев к Луне. По приказу начальника отряда космонавтов Николая Каманина сформирована группа Л-3 для подготовки экспедиции на Луну. В нее вошли Алексей Леонов, Юрий Гагарин, Андриан Николаев, Виктор Горбатко, Евгений Хрунов, Владимир Шаталов. 18 сентября 1968 года. Три месяца до первого полета американцев к Луне. Советский корабль «Зонд-5» вышел на траекторию полета к Луне и обогнул ее. На борту корабля находился контейнер с двумя черепашками. Впервые в истории живые существа, рожденные на Земле, облетели Луну и вернулись на Землю. 10 ноября 1968 года. Один месяц до первого полета американцев к Луне. Луну облетел аппарат «Зонд-6». Он полностью выполнил программу полета, однако при приземлении спускаемый аппарат разбился. Космические аппараты советских конструкторов достигали Луны и возвращались обратно. Уже проходил испытание корабль для посадки на Луну. НПП «Звезда» разработала лунный скафандр «Кречет». Советские космонавты знали о том, что американцы полетят к Луне в ближайшие дни и первенство отдавать не хотели. Группа из шести космонавтов обратилась с письмом в политбюро ЦК с просьбой разрешить им отправиться к Луне в ближайшие дни. Мы предлагаем вместо испытательного запуска осуществить первый пилотируемый полет за пределы земной орбиты. Надежность корабля заметно возрастет, если на его борту будут находиться космонавты. Мы осознаем, что полет может завершиться аварией и гибелью, но готовы пожертвовать своими жизнями. В первых числах декабря все шестеро вылетели на Байконур и находились там в течение недели, надеясь, что поступит указание о старте. Его так и не последовало. Советское руководство после трагической гибели Комарова решило не рисковать. А 16 июля 1969 года на околоземную орбиту вышел корабль «Аполлон-11». На борту находились Нейл Армстронг, Эдвин Бас Олдрин и Майкл Коллинз. Через 100 часов 12 минут после старта лунный модуль «Игл» с Армстронгом и Олдрином на борту отделился от корабля и начал приближаться к поверхности Луны. Армстронг перешел на ручное управление. Запас топлива на лунном модуле позволял маневрировать перед посадкой всего 140 секунд. Лунная поверхность оказалась не такой уж ровной. Глыбы, овраги, кратеры. Модуль находился на высоте 20 метров, когда Армстронг увидел наконец чистую от камней и Рытвин площадку и направил модуль к ней. 60 секунд. 60 секунд. Эта команда означала, что топливо, отведенного на посадку, осталось ровно на одну минуту работы. 50 секунд. 50 секунд. Ситуация приближалась к критической. Армстронг имел четкую инструкцию. Когда счет дойдет до 20 секунд, он должен немедленно прекратить посадку, запустить стартовый двигатель взлетной ступени и, отсоединившись от посадочного модуля, возвращаться на орбиту. Экспедиция закончилась бы провалом. 40 секунд. 40 секунд. Струя двигателя поднимала облако пыли на лунной поверхности. ЦУП молчал, чтобы не мешать Армстронгу. А он просто ничего не видел из-за пыли. Его пульс достиг 156 ударов в минуту. 30 секунд. До критической черты осталось 10 секунд. Сигнал контакта. Отключение. Окей, стоп, машина. Прошло трое суток, 6 часов, 45 минут и 40 секунд после старта с Земли. Игл стоял на Луне. Хьюстон, это база спокойствия. Игл приземлился. Понял вас, спокойствие. Вы прилунились. Мы тут все посинели. Теперь мы снова дышим. Спасибо огромное. 21 июля 1969 года люк лунного модуля открылся. Включилась черно-белая телекамера и началась трансляция исторического события. Первые 30 секунд она шла почему-то вверх ногами. Держась за поручни трапа, Нейл осторожно спустился вниз и встал обеими ногами на опору. Я собираюсь сойти с лунного модуля. Он попробовал ногой грунт и встал на уму. Этот один маленький шаг для человека один гигантский прыжок для человечества. Еще через 15 минут на поверхность Луны вышел Олдрин. Командир и пилот стояли друг напротив друга. Над ними в небе висела маленькая голубая полусфера — планета Земля. Олдрин опробовал различные способы передвижения по поверхности Луны от широкого шага до скачков кенгуру, но наиболее целесообразным признал обычную ходьбу, вполне подходящую для астронавтов, одетых в скафандры. Лунный скафандр имел 25 слоев, изготовленных из различных материалов. Для регулирования температуры астронавты надевали прямо на тело спецодежду, пронизанную сетью трубочек с циркулирующей по ним водой. Внешний слой скафандра защищал от механических повреждений. Скафандр весил 80 килограммов на Земле и 13 на Луне. Переговорное устройство позволяло астронавтам общаться между собой и связываться с центром. Астронавты взяли несколько образцов лунного грунта ковшом, просто с поверхности Луны и при помощи кернов, специальных трубок, которые молотком забиваются в грунт и извлекаются оттуда с образцами пород. Они установили лунный сейсмометр и прибор для измерения точного расстояния между Луной и Землей. Армстронг находился на Луне 2 часа 13 минут. Олдрин 1 час 46 минут. Перед тем, как вернуться в модуль, Нейл около минуты задумчиво стоял у трапа, прощаясь с Луной. Потом по-домашнему вытер ноги об опору словно о коврик и оттолкнувшись взлетел на первую ступеньку трапа. Когда в кабине астронавты сняли шлемы, они почувствовали острый запах, напоминавший запах пороха после выстрела. Так пахла Луна. Перед отправлением домой они оставили на месте посадки флаг Соединенных Штатов и памятные медали с изображением Юрия Гагарина, Владимира Комарова и погибших членов экипажа Аполлона-1 Вирджила Грисома, Эдварда Уайта и Роджера Чахи. В рамках проекта Аполлон осуществлено шесть удачных высадок на лунной поверхности. Лишь одна из миссий Аполлона-13 завершилась аварией. К счастью, все астронавты вернулись на Землю. На Луну доставили даже электромобили, что позволило астронавтам удаляться от места посадки на 5-7 километров. Последний полет на Луну состоялся в декабре 1972 года. Эта экспедиция привезла с собой более 110 килограммов лунного грунта. Уже более 40 лет на Луне стоит спускаемый аппарат корабля Аполлон-11, доставивший туда Нейла Армстронга и база Олдрина. Когда аппарат освещает Солнце, на его корпусе поблескивает медная табличка с фразой «Мы пришли с миром от имени всего человечества». До сих пор находятся люди, заявляющие, что американцы на Луну не летали, а попросту засняли все известные репортажи высадки астронавтов в Голливудском павильоне. Скептики приводят множество доводов. Чаще всего упоминается колыхающийся флаг. Дескать, на Луне нет атмосферы, и полотнище установленного там флага не должно колыхаться. Однако скептики забывают, что в условиях пониженной гравитации и отсутствия атмосферы активно проявляет себя сила инерции. Устанавливая флаг и разворачивая его полотнище, астронавты придали ему импульс, энергия которого не может рассеяться так же быстро, как на Земле. Однако, самое главное, Советский Союз внимательно следил за развитием программы Аполлон и пресек бы любую попытку фальсификации. В военном центре космической связи под Симферополем работал контрольный радиотехнический комплекс, который принимал абсолютно все сигналы с американских кораблей, переговоры астронавтов с Землей, информацию о состоянии бортовых систем и даже телевизионных сигнал. Проанализировав полученные данные, советские ученые подтвердили, американцы на Луне были. Что везет, товарищ полковник? Секретное оружие. Лунный танк. 21 декабря 1968 года американский Аполлон-8 ушел к Луне. И полет советского пилотируемого корабля утратил политический смысл. И тогда было принято решение послать на Луну не человека, а управляемого с Земли робота. Эту программу поручили вести Георгию Бабакину. Бабакин Георгий Николаевич. Выдающийся конструктор в области ракетно-космической техники. Доктор технических наук. Специалист по созданию автоматических систем управления. Главный конструктор НПО имени Лавочкина. Именно бюро Бабакина изготовило автоматическую станцию Луна-9, совершившую первую мягкую посадку на Луне после смерти Сергея Королева. Далее последовала целая серия успешных запусков. Луна-10 стала первым искусственным спутником Луны. Луна-11 изучала аномалии гравитационного поля Луны. Луна-12 провела обширную фотосъемку поверхности Луны. Луна-13 совершила мягкую посадку в океане бурь. Луна-14 испытала космический радиокомплекс, который предполагалось использовать в пилотируемых экспедициях. 13 июля 1969 года всего за три дня до старта американского экипажа Аполлон-11 высадившегося на Луну с космодрома Байконур стартовала ракета Протон. Протон направлял к Луне аппарат Луна-15. Эта станция должна была совершить мекальную операцию, осуществить мягкую посадку, взять образцы лунного грунта и доставить его на Землю. Через три дня 16 июля стартовала Аполлон-11. Луна-15 в это время уже приближалась к спутнику Земли. На следующий день она вышла на окололунную орбиту. Лунная гонка выходила на финишную прямую. Луна-15 оставалась на окололунной орбите до прибытия Аполлона-11. Почему? Существуют три версии объясняющие этот факт. Первый на борту были неполадки. Второй станцию держали на орбите для изучения гравитационного поля Луны. И наконец третий США обратились к СССР с просьбой не проводить активных работ со станцией, чтобы не помешать посадке Аполлона. Так или иначе тормозная установка Луны-15 включилась только после того, как Аполлон-11 успешно прилунился. Станция шла на посадку. Подробной карты Луны в то время не существовало. Советские ученые не могли знать, что в месте приземления находится гора. В нее и врезалась станция. Через год 24 сентября 1970 года автоматическая станция Луна-16 совершила мягкую посадку на Луне, произвела бурение лунного грунта и успешно доставила его на Землю. В руки советских ученых попала колонка грунта весом 101 грамм из моря изобилия. Еще дважды станции Бабакина садились на Луну, а возвращаемые аппараты доставляли образцы грунта на Землю. В сентябре 1968 года на территории Симферопольского центра космической связи царило оживление. Офицеры наблюдали, как по специальной площадке двигался дистанционно управляемый механизм. они уже знали, что ему вскоре предстоит отправиться на Луну. В мае 1968 года несколько десятков офицеров командно-измерительного комплекса проходили строжайшее медицинское обследование. Эти люди не летели в космос, но отбор производился такой же строгий. Лишь после заседания комиссии 14-ти отобранным кандидатам объяснили, что происходит. Им предстояло стать экипажами лунохода. для управления аппаратом требовались сменные экипажи. Каждый состоял из командира, водителя, штурмана-навигатора, бортинженера, оператора-антенны, резервного водителя и оператора. 17 ноября 1970 года станция Луна-17 благополучно прилунилась в море дождей. Два с половиной часа было потрачено на осмотр места посадки. Потом развернулись трапы и на грунт сошел первый в мире планетоход-разведчик. Луноход-1 нес на себе научные приборы. антенны для связи с Землей, 4 телефотометра для передачи панорам и стереоизображений лунного ландшафта, видеокамеры. Самым сложным оказалось управление аппаратом. Картинка с Луны приходила очень контрастной, без полутеней. А телевизионные камеры стояли на луноходе один слишком низко. Работала одна из них, вторая была запасной. инженер-конструктор Гарри Роговский. Мы увидели там лишь какие-то черно-белые пятна. Определить, где камни, где кратер, казалось, было невозможно. Требовался большой навык, большой опыт, чтобы разобраться в этом хаосе. На получение одного кадра уходило от 3 до 20 секунд в зависимости от рельефа. Ориентироваться в этих условиях было чрезвычайно трудно. Каждые два часа экипажи менялись. 120 минут невероятно ответственной и напряженной работы оказались пределом возможностей даже для специально подготовленных офицеров. Ресурс аппарата предусматривал три месяца работы. На этот срок разрабатывалась и программа исследований. 20 февраля 1971 года ее полностью выполнили. Однако аппарат все еще действовал. Ученые разработали программу на следующий лунный день, а потом еще на один. В результате вместо трех запланированных месяцев луноход проработал 10. А 8 марта 1971 года водители лунохода колесами своего аппарата дважды нарисовали на поверхности Луны изящную восьмерку. Итоги работы лунохода-1 впечатляли. 10 километров пройденного пути, более 20 тысяч снимков поверхности. Спустя два года стартовала автоматическая межпланетная станция Луна-21, доставившая к цели луноход-2. Посадочная ступень едва не угодила в кратер, прелунившись в трех метрах от его края. Луноход-2 съехал прямо внутрь кратера. К счастью, аппарат не перевернулся. На штурманов свалилась колоссальная нагрузка. Ориентироваться приходилось по солнцу и окружающей обстановке, не имея ни карты, ни фотографии данного района. Помог случай. Сразу после посадки Луны-21 в Москву приехала американская научная делегация. На встрече один из американских ученых подошел к главному конструктору по лунной тематике НПО имени Лавочкина Ивановскому и молча положил в карман его пиджака конверт. Внутри оказалась детальная фотография района посадки Луны-21. Эта фотография послужившая картой фактически спасла Лунноход-2. Он сделал гораздо больше предшественника. Благодаря опыту экипажей и усовершенствованной телевизионной системе за 4 месяца работы планетоход прошел около 40 километров. В наши дни проявляется все больше интерес к освоению Луны с помощью роботов. Компания Астроботик Технологи провела по заказу НАСА исследования и определила типы робота, необходимых для оборудования посадочной площадки лунной базы. Для расчистки места предлагается отправить на Луну два робота-бульдозера. Япония к 2020 году планирует расположить близ южного полюса Луны базу робота. Основной рабочей единицей базы станут андроиды на гусеницах. В России в рамках проекта Луна-ресурс предполагается запустить научно-исследовательский луноход новой конструкции, эскизы которого прорабатываются в НПО имени Лавочкина. Становилось ясно, что даже такие могущественные державы, как Советский Союз и Соединенные Штаты Америки не в состоянии в одиночку осилить гигантские затраты, необходимые для изучения космоса. Гораздо разумнее было объединить усилия. 15 июля 1975 года в 15 часов 20 минут с космодрома Байконур стартовал корабль Союз-19, пилотируемый Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым. В 22 часа 50 минут с космодрома на мысе Канаверл запущен Аполлон-18. На его борту находились Томас Стаффорд, Венс Бранд и Доналд Слейтон. 17 июля корабли сблизились для стыковки. На смену гонки приходило время сотрудничества. Редактор субтитров Салис Канаверл Редактор субтитров Корректор В районе Караганды приземлялся космический корабль «Союз-9». Андриан Николаев и Виталий Севастьянов возвращались на Землю после рекордного 18-дневного полета. Спасатели, встречавшие корабль, еще не знали, что космонавты находятся между жизнью и смертью. Носилки! Скорее! Не ведите, он умирает! Члены экипажа не могли самостоятельно передвигаться и теряли сознание. Оба космонавта испытывали сильные мышечные боли. К вечеру у них поднялась высокая температура и участился пульс. Полет «Союза-9» не предвещал ничего экстраординарного. Тем более, что для Андриана Николаева это был второй рейс на орбиту. Космонавты чувствовали себя превосходно. Проводили ежедневные медико-биологические исследования, фотографировали Землю, играли в шахматы. Главной особенностью полета «Союза-9» было то, что космонавты не только занимались экспериментами, но учились жить в длительном космическом полете. А для этого приходилось решать многочисленные бытовые вопросы. Например, космонавты впервые брились на орбите. Оказалось, что безопасная бритва не подходит для этого. Пена для бритья и волоски разлетаются по кабине. А вот электробритвой космонавты остались довольны. Экипаж «Союза-9» регулярно проводил уборку своего жилища. При этом впервые использовался космический пылесос. На седьмые сутки полета во время очередного сеанса связи с ЦУПом в Евпатории Андриан Николаев был очень удивлен и обрадован, когда услышал голоса своей жены Валентины Терешковой и шестилетней дочери Аленки. Это тоже происходило впервые. Сеанс радиосвязи между космонавтом на орбите и членами его семьи, оставшимися на Земле. Ученые не ждали сюрпризов. Полеты в космос продолжались уже 9 лет. Экипаж американского корабля «Джемини-7» без вреда для здоровья провел на орбите 14 суток. Севастьянов и Николаев — 18. Однако разница всего в четверо суток оказалась критической. После приземления оба космонавта испытывали сильные мышечные боли. К вечеру у них поднялась высокая температура и участился пульс. Перед учеными вновь встал вопрос. Может ли человек долгое время находиться в космосе? Ответ на этот вопрос имел решающее значение для подготовки новой экспедиции. В СССР планировали полет на Марс. Продукт. Люди задрена. Едрена. Завыкание. Стабиль и споя. Здравия у нас быстрого полета! Смур1-2. Смур1-2. Ваши. Продукт. 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 После удачных полетов на Луну, человечество стремилось дальше в космос. Ученые полагали, что ближайшие к нам планеты, Венера и Марс, во многом подобны Земле и имеют атмосферу, воду, флору и фауну. Однако детальное изучение Венеры развеяло эти надежды. Венера. Ее называют сестрой Земли, так как обе планеты похожи по размерам, силе тяжести и наличию плотной атмосферы. Но температура на поверхности Венеры более 450 градусов по Цельсию. Атмосферное давление в 93 раза выше, чем на Земле. Кроме того, поверхность планеты затянута плотной пеленой, состоящей из капель серной кислоты. Из всех космических аппаратов, отправленных на Венеру, ни один не смог проработать на ней более двух часов. Вследствие парникового эффекта здесь нет жидкой воды, а следовательно и жизни. Марс выглядел более привлекательным. Ученые даже увидели на нем сеть каналов. При этом многие предполагали, что каналы эти рукотворны. И на планете существует древняя развитая цивилизация. Верили в существование искусственно построенных каналов и конструкторы космической техники. Марс — красная планета. Этот оттенок его поверхности придает оксид железа, которым богат марсианский грунт. Марс вдвое меньше Земли по размерам. Сила тяжести там примерно в три раза меньше земной. Температура на экваторе в течение суток меняется от плюс 30 до минус 80 градусов по Цельсию, а вблизи полюсов падает до минус 123 градусов. Атмосфера Марса очень разряжена и состоит в основном из углекислого газа. Расчеты показывали, что путь к Марсу займет не меньше 200 дней. И столько же обратно. Маневры на орбите, высадка, изучение планеты займут еще три месяца. То есть на всю экспедицию требовалось минимум 500 дней. А возможно и больше — от двух до трех лет. Необходимо было подготовить экипаж, который сможет работать в космосе столь длительное время. И корабль, способный доставить его к Марсу и обратно. Ну и кроме всего перечисленного, необходимо помнить, что человеку в сутки нужно приблизительно 1,2 килограмма кислорода, 600 грамм продуктов, приблизительно 2,2 килограмма воды для питья и 2 килограмма воды для хозяйственных лошад. Самой большой проблемой является хранение кислорода. Человек может обходиться без воды 2-3 дня, без еды до 8 недель. Без кислорода он погибнет в течение 5 минут. Человеческие легкие прокачивают 20 литров воздуха в минуту, извлекая из него необходимый для жизнедеятельности кислород. Но как сохранить его? В жидком виде кислород требует непрерывного охлаждения. В сжатом занимает неоправданно большой объем. Решение было найдено быстро. Запасы кислорода восполняются за счет горения специальных кислородных шашек. Однако с этими шашками надо обращаться очень осторожно. Они могут вызвать пожар, от которого негде укрыться в тесных помещениях корабля. Если отправлять к Марсу экипаж из трех человек, то вес корабля составит не менее 70 тонн. Эту махину требовалось разогнать до второй космической скорости. Затем затормозить у Марса, затем снова разогнать. При условии высадки экипажа на Марс, масса комплекса возрастала вдвое до 150 тонн. Для сравнения, корабль «Восток», на котором летал Гагарин, весил меньше пяти тонн. Конструкторы понимали, что двигатель на обычном топливе не доставит такой корабль к Марсу. Горючего просто не хватит. Решить проблему мог только ядерный двигатель. Ядерный электроракетный двигатель отличается от жидкостного реактивного двигателя тем, что вещество, выполняющее роль топлива, в нем не сгорает, а испаряется в результате сильного электрического нагрева. Такая технология позволяет существенно уменьшить массу космического корабля, поскольку уменьшается вес топлива. Электроракетные двигатели эффективны именно в космосе, но требуют мощного источника энергии, больших солнечных батарей или ядерного реактора. В настоящее время эти двигатели используются на спутниках и межпланетных космических аппаратах. В конце 60-х годов у советских конструкторов был точный план экспедиции на Марс. Полет намечался на 1985 год. Совершенно секретно. Основные направления космонавтики в 1971-85 годах. Обеспечить в 80-х годах Марс-экспедицию. Цели и задачи получить большой объем информации, необходимой для лучшего понимания строения Солнечной системы, ее эволюции, возможности существования жизни на других планетах. Проект получил название «Аэлита». Проектировался корабль длиной в 175 метров. В него входил даже настоящий марсианский поезд на колесном ходу, которому предстояло месяц путешествовать по Марсу и пройти полторы тысячи километров. «Аэлиту» планировали собирать на околоземной орбите из двух отдельных блоков, а потом доставить на нее экипаж из четырех человек. Полет к Марсу и обратно должен был занять 630 дней. Руководил проектом Валентин Глушко. Глушко Валентин Петрович. Крупнейший ученый в области ракетно-космической техники. Еще в 30-х годах он спроектировал и построил один из первых действующих электрореактивных двигателей. Под его же руководством созданы двигатели для большинства советских ракет. В 1974 году возглавил новую корпорацию НПО «Энергия», объединившую конструкторские бюро и заводы, работавшие на космос. Но как поднять в космос 150 тонн? Самая мощная советская ракета «Протон» выводила на орбиту всего 20,5 тонн. А на разработку новых требовалось время. Кроме того, как показал полет Николаева и Севастьянова, даже 18 дней пребывания в космосе серьезно сказались на их здоровье. Так что говорить об экспедиции к Марсу пока было очень рано. К ней еще предстояло готовить и технику, и людей. Долговременная космическая станция. Там можно проводить серьезные эксперименты и адаптировать человека к невесомости. Идея создания орбитальных станций принадлежит основоположникам космонавтики. О том, что перед полетом к другим планетам необходимо создавать такие станции, писали Константин Циолковский и Герман Оберт. Их последователи Сергей Королев и Вернер фон Браун разделяли эту идею. Орбитальные станции должны были служить в качестве прототипов межпланетных кораблей, научных лабораторий, космических обсерваторий и заводов. Давая прогноз на будущее, Валентин Глушко писал, «Бесспорно, дальнейшее развитие получат долговременные орбитальные станции. В ближайшие десятилетия будет производиться сборка станций на орбите. На них начнут работать узкие специалисты. Такие станции смогут летать много лет. Специальные бригады будут заниматься их профилактическим текущим и капитальным ремонтом». 19 апреля 1971 года ракета «Протон» вывела в космос орбитальную станцию «Салют-1». Станция «Салют-1» представляла собой единый модуль длиной 13,6 метра и состояла из трех отсеков. Двух герметичных, переходного и рабочего, и негерметичного, агрегатного отсека. На ней находилось оборудование для проведения медико-биологических экспериментов и астрономических наблюдений. «Салют» располагал только одним узлом для стыковки с кораблем «Союз». Советским космонавтам предстояло сделать космос обитаемым. Через четыре дня после запуска «Салюта» экипаж «Союза-10» пытался пристыковать свой корабль к станции. Командир Владимир Шаталов уверенно подвел «Союз» к узлу, но соединения цепей корабля и станции не произошло. Руководитель полета в ЦУПе предложил дожать корабль с помощью двигателей, но это не помогло. Тогда ЦУП приказал возвращаться на Землю. Однако и расстыковаться не получалось. Уникальный полет грозил обернуться полной катастрофой с потерей станции, корабля и трех космонавтов. Ситуацию спас один из разработчиков стыковочного узла. По его совету космонавты вскрыли блок электроники и установили перемычку. Корабль отошел от станции. Вторую попытку предпринял экипаж «Союза-11». Лететь должны были Леонов, Кубасов и Колодин. Затемнение на легких я предлагаю провести до обследования. Незадолго до запуска на рентгеновском снимке Валерия Кубасова врачи обнаружили затемнение в правом легком. И государственная комиссия приняла решение отправить в полет дублеров Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева. 6 июня 1971 года «Союз-11» пристыковался к салюту. Экипажу предстояло провести ряд экспериментов, находясь не на корабле, а на станции. Планировалось, что космонавты пробудут в космосе более 18 суток. Ученые опасались, что у экипажа могут повториться проблемы Николаева и Севастьянова, у которых в длительном полете начались опасные для здоровья изменения в организме. Поэтому медики разработали специальную систему физических упражнений, а на станции установили беговую дорожку. Космонавт удерживался на ней при помощи амортизаторов и специального костюма, который обеспечивал равномерное распределение нагрузки. Однако в этом полете появилась проблема психологической совместимости экипажа. На орбите вспыхивали ссоры. Сменным руководителям полета не раз приходилось проявлять изобретательность, чтобы сгладить конфликты, смягчить психологическую обстановку на борту. Конфликты прекратились только после того, как на станции загорелась проводка. Совместные усилия по борьбе с пожаром сблизили экипаж, что позволило успешно завершить программу полета. Восемнадцатые сутки полета. Самочувствие нормальное. Двадцатые сутки. Все в норме. Самочувствие хорошее. Экипаж успешно отработал в космосе свыше двадцати трех суток. Двадцать девятого июня «Союз-11» отстыковался от станции и готовился к посадке. Янтарям всем от расстыковки до посадки обязательно непрерывно ведите репортаж о самочувствии и результатах наблюдений. Непрерывно репортаж. Поняли? Поняли, поняли. Вижу дождь. Дождь вижу. Отлично видел. Блестит. Как идет ориентация? Прием. Мы увидели землю. Увидели. Хорошо, не торопись. «Союз-11» совершил мягкую посадку в расчетном районе. Однако на вызовы поисково-спасательной группы экипаж не отвечал. Вижу спускаемый аппарат. Все в порядке. Мы садимся. Служба поиска прибыла к месту посадки. Спасатели открыли люк. Космонавты были мертвы. Экипаж «Союз-11» стал жертвой ошибочного решения, принятого в условиях космической гонки. В кораблях «Восток» космонавты находились в скафандрах, которые обеспечивали безопасность в случае разгерметизации. Однако, когда понадобилось увеличить экипаж до трех космонавтов, оказалось, что места им просто не хватает. Именно тогда Сергей Королев пошел на осознанный риск. В корабле «Восход» космонавты находились без скафандров, в легких спортивных костюмах. «Союз» также проектировался под космонавтов без скафандров. Добровольские, Волков и Пацаев взлетали и садились в легких спортивных костюмах. Перед входом в атмосферу на высоте 150 километров внезапно открылся вентиляционный клапан, предназначенный для выравнивания давления перед посадкой. Произошла полная разгерметизация корабля. Всего за две минуты давление воздуха в спускаемом аппарате упало почти до нуля. Образовавшееся отверстие космонавты могли бы закрыть даже пальцем. Но времени на это им уже не хватило. Они погибли от удушья. 18 месяцев понадобилось конструкторам, чтобы доработать Союз. В новой версии корабля-космонавты стартовали и приземлялись в скафандрах «Сокол». Но три человека и система жизнеобеспечения, подключенная к скафандрам, там уже не помещались. С тех пор экипажи Союза состояли из двух человек — командира и бортинженера. Но один из важнейших вопросов оставался открытым. Как долго космонавты могут работать на орбите? Осенью 1977 года в космос вышла орбитальная станция второго поколения — «Салют-6». К ней могли стыковаться сразу два корабля. Уже четыре космонавта могли одновременно работать на орбите. Для снабжения экспедиций продуктами и материалами конструкторы создали беспилотный корабль «Прогресс». А медики разработали тренировочный цикл, позволяющий космонавтам оставаться в хорошей физической форме. Первые три дня космонавты тренируются с возрастающей нагрузкой. На четвертой — отдыхают. Ежедневно они пробегают до пяти километров на беговой дорожке и проезжают до десяти километров на специальном велотренажере. Члены экипажа от восьми до двенадцати часов в сутки обязаны носить костюмы «Пингвин». За счет эластичных амортизаторов этот костюм создает нагрузку на мышцы, не давая им атрофироваться. В условиях невесомости уменьшается приток крови к ногам. Чтобы правильно перераспределить кровоток, космонавты используют пневмовакуумный костюм «Чибис». Космонавт по пояс влезает в костюм, похожий на фантастические брюки. Внутри костюма создается вакуум, усиливающий приток крови к нижней части тела. Работа конструкторов и медиков начала приносить результаты. Уже в 1978 году Владимир Коваленок и Александр Иванченков отработали на станции 139 суток. 1986 год. В космосе начала работу станция «Мир». 1987 год. Юрий Романенко на этой станции совершил полет длительностью в 326 суток. 1988 год. Владимир Титов и Муса Монаров находились на орбите ровно год, а в 1995 году врач-космонавт Валерий Поляков установил абсолютный рекорд, проработав в космосе 437 суток. Длительное нахождение космонавтов на орбите показало, что полет человека к другим планетам возможен. В то же время стало ясно, что полет на Марс слишком дорогостоящий проект, чтобы его смогла реализовать одна страна. В рамках программы «Интеркосмос» на станциях «Салют» побывали представители разных стран. Советская космонавтика становилась международной. 12 апреля 1981 года ровно через 20 лет после полета Юрия Гагарина с мыса «Канаверал» стартовал космический корабль нового типа. 6 лет американцы не выходили в космос. На орбите работали лишь советские космонавты. Теперь Соединенные Штаты надеялись наверстать упущенное. Астронавты Джон Янг и Роберт Крипен выводили на орбиту многоразовый корабль «Спейс Шаттл». Астронавты провели на орбите двое суток и по возвращении на Землю не скрывали своего восторга. По их мнению, именно этому кораблю предстояло отправиться к другим планетам. С начала 20 века рассматривались два пути дальнейшего развития космонавтики. Первый создание мощных ракет, способных разогнать капсулу с пилотом до космической скорости. Второй создание систем, объединяющих ракету и самолет – ракетопланов. Сергей Королев, работавший перед войной над ракетопланом, занялся созданием ракет. Именно они вывели на орбиту первые спутники и космические корабли. А в Соединенных Штатах конструкторы продолжали работу над ракетопланами. Развитие американской лунной программы было остановлено еще в начале 70-х годов. Экономические проблемы заставили сократить бюджет НАСА с 3,5 миллиардов долларов до 128 миллионов. Тысячи инженеров получили расчет. Сатурны и Аполлоны отправились в музеи. Правительство требовало от космического агентства превратить освоение космоса в прибыльный бизнес. И тогда руководство НАСА сделало ставку на корабли многоразового использования. Новый корабль, получивший название Space Shuttle, должен был заметно снизить стоимость вводимого на орбиту груза. Привлекала и другая особенность корабля. Он не только выводил грузы на орбиту, но и мог возвращать их на Землю. При необходимости в грузовом отсеке Шаттла могла поместиться орбитальная станция размером с Салют-1. Космическое агентство попросило у правительства на разработку таких кораблей 10 миллиардов долларов, но получило только половину этой суммы. Создать полностью многоразовую систему на эти деньги было невозможно. конструкция жаропрочного титана будет стоить на 80 миллионов дороже и мы решили остановиться на алюминии. Однако при входе в атмосферу корабль будет сильно нагреваться, алюминий потеряет прочность. Корабль словно мозаикой пришлось покрывать специальными термостойкими плитками. Экономия на всем приводила к снижению общей надежности системы, но даже при этом перерасход средств составил 30%. Американцы изготовили четыре корабля, назвав их в честь океанских научно-исследовательских судов «Колумбия», «Челленджер», «Дискавери» и «Атлантис». Предполагалось использовать их как транспортные корабли для орбитальной станции «Фридом». Этой станции еще не существовало и шаттлы пока просто выводили на орбиту тяжелые аппараты и спутники. Предполагалось, что на шаттлах будут летать не только профессиональные пилоты, но и обычные американские граждане. Готовился уже 25-й полет корабля, когда президент США Рональд Рейган объявил общенациональный конкурс на право лететь в космос на корабле «Челленджер». Победила в нем 37-летняя школьная учительница Криста Макколи. 28 января 1986 года Криста и еще шесть членов экипажа заняли свои места в кабине корабля. Прямую трансляцию с мыса Канаверал наблюдали миллионы зрителей по всему миру. Шаттл набирал высоту. Криста мечтала провести для американских школьников первый в мире урок с космической орбиты. Она в одночасье стала народной любимицей, а за ее подготовкой к полету следила вся Америка. На 59-й секунде полета из правого ускорителя неожиданно ударило пламя. Огонь прожег водородный бак и на высоте 14 километров произошел взрыв. Носовую часть, где находились астронавты, оторвала от корабля. Она взлетела еще выше и с высоты 20 километров упала в океан. Все члены экипажа погибли. полета и полета под полета и полета и полета Полёты шаттлов прервались на два с половиной года. Впервые перспективность аэрокосмических систем вызвала сомнения. В июне 1982 года пилоты 10-й эскадрильи самолётов-разведчиков «Орион» ВМС США сфотографировали в Индийском океане группу советских кораблей и судов, которые поднимали из воды крылатый аппарат, прилетевший из космоса. Это не похоже ни на «Дайносор», ни на «Спейс Шаттл». Это вообще ни на что не похоже. Такого ещё не было. Американские эксперты предположили, что имеют дело с прототипом космоплана, который сможет совершать посадку на водную поверхность. На самом же деле перед ними были снимки аппарата «Борд-4», созданного в рамках программы «Энергия Буран». «Спейс Шаттл» привлёк внимание советской разведки ещё в 1970 году. Советские специалисты не без основания опасались, что крылатый корабль может быть использован для борьбы с советскими спутниками. Решение приняли быстро. У Советского Союза тоже должен быть свой «Шаттл». Работы по его созданию поручили объединению «Энергия» во главе с Валентином Глушко. В ноябре 1988 года на космодроме Байконур шла активная предстартовая подготовка. К первому запуску готовилась уникальная система в составе ракеты «Энергия» и космического корабля «Буран». Несмотря на внешнее сходство, «Энергия Буран» вовсе не является копией американской системы. Космическая транспортная система «Спейс Шаттл» состоит из трёх главных элементов. Внешнего топливного бака, двух стартовых твердотопливных ускорителей, крылатого орбитального корабля. Центральным элементом системы «Спейс Шаттл» является топливный бак, а советского комплекса — ракета-носитель. Корабли «Спейс Шаттл» имеют собственные двигатели, которые запускаются в момент старта и работают до самой орбиты. У «Бурана» таких двигателей не было. Он служил лишь грузом для ракеты «Энергия». «Энергия» выводит на орбиту груз в 100 тонн, то есть в три с лишним раза больше, чем «Спейс Шаттл». Кроме того, энергия универсальна. С её помощью можно запускать не только космоплан, но и тяжёлую орбитальную станцию. 15 мая 1987 года энергия успешно доставила в космос станцию «Полюс» весом 80 тонн. Разработка системы «Энергия» «Буран» потребовала привлечения огромных сил и колоссальных ресурсов. Над ней работали 1206 предприятий и организаций, почти 100 министерств и ведомств СССР. Были построены десятки макетов и летающие лаборатории. «Буран» совершил полёт, которому не было аналогов. Впервые в истории космоплан без пилота на борту поднялся на орбиту, а затем, как обычный самолёт в автономном режиме, совершил посадку на аэродроме. После успешного полёта «Бурана» западные газеты писали, СССР теперь имеет возможность выполнять космические задачи, которые останутся недоступными для США даже тогда, когда вновь начнутся полёты шаттлов. Чтобы приступить к выводу на орбиту таких же грузов, Соединённым Штатам потребуется от 6 до 10 лет. Газеты ошиблись. Американским конструкторам понадобилось 22 года. Лишь 3 декабря 2009 года из космоса вернулся беспилотный мини-шаттл Х-37Б, созданный по заказу Пентагона. «Буран» тоже создавался для военных задач. Это и предопределило его судьбу. Михаил Горбачёв заявил, что «Буран» в условиях разрядки не нужен. А вскоре прекратил своё существование и Советский Союз. Казалось, что развитие космонавтики надолго остановилось. После гибели Челленджера американские конструкторы были вынуждены существенно дорабатывать всю систему «Спейс-шаттл». Чтобы не нарушать программу полётов, НАСА строила новый корабль «Эндевр». О создании собственной орбитальной станции американцам пришлось забыть. Закрытие программы «Энергия Буран», экономический кризис и снижение финансирования поставили на грань выживания и российскую ракетно-космическую отрасль. Единственным выходом для обеих сторон могла стать международная кооперация. 7 июня 1992 года Российская Федерация и Соединённые Штаты Америки заключили соглашение о сотрудничестве в области исследования космоса. Станция «Мир» стала международной. Российские космонавты получили возможность летать к станции на шаттлах. Но многоразовые аэрокосмические системы не давали возможности человеку шагнуть дальше в космос. Чтобы полететь к Марсу, требовались иные корабли и новые технологии. Во второй половине марта 2001 года специалисты российской ракетно-космической отрасли готовили операцию, которая не имела аналогов в истории космонавтики. Они должны были свести с орбиты и затопить в выбранном районе Тихого океана 130-тонную станцию «Мир». Несмотря на то, что многие выступали за сохранение станции, ее дальнейшая эксплуатация была бы слишком дорогой и сложной. Станция давно выработала свой расчетный ресурс, проработав 15 лет вместо запланированных трех. Дважды из-за проблем с управлением с ней сталкивались космические корабли, что едва не привело к гибели станции. Экипажам все чаще приходилось тратить много времени на ремонт самых элементарных систем. Поэтому было принято решение. Станцию «Мир» нужно затопить. Еще в январе к станции «Мир» был отправлен космический грузовик «Прогресс». Он состыковался с обреченной станцией. А затем тремя тормозными импульсами снизил ее скорость, чтобы она вошла в атмосферу. На высоте 110 километров началось разрушение орбитальной станции «Мир». Оторвались солнечные батареи и навесное оборудование. Разлетелись модули. Пять минут не сгоревшие обломки падали в Тихий океан. В начале 2004 года на Марс прибыл пришелец из космоса. На поверхность планеты свалилась огромная связка шаров. Она упала на ржавый промерзший грунт со скоростью 10 метров в секунду. И несколько раз подпрыгнув, замерла. Через час шары выпустили содержащийся в них газ, и внутри связки обнаружилась посадочная платформа. На ней стоял причудливый шестиколесный аппарат. Американскому аппарату «Спирит», потомку советских луноходов, предстояло разгадать главную загадку Марса. Была ли здесь вода, или Красная планета всегда была мертвой и пустынной? Результаты превзошли самые смелые ожидания ученых. Еще в 60-х к Марсу отправились первые межпланетные станции. Американский маринер и советский аппарат Марс передали на Землю информацию, которая многих разочаровала. Пресловутые каналы оказались оптической иллюзией. Перед астронавтами предстал изрытый кратерами мир, больше похожий на Луну, чем на Землю. Стало ясно, что полет к Марсу может стать повторением лунной экспедиции. Космонавты вряд ли найдут что-нибудь, кроме камней, интересных только специалистам. Но все изменилось в конце 20-го века. Получению новых данных о Марсе способствовала революция в сфере информационных технологий. Портативные компьютеры и миниатюрные системы управления получили быстрое распространение в космической сфере. Осенью 1997 года на орбиту Марса вышел аппарат нового поколения «Марс Глобал Сервеер», созданный на основе самых современных технологий. На отдельных кадрах есть даже трехметровые камни. Здесь видны четкие русла, а это береговая линия. Возможно, когда-то по Марсу текла вода. Карта, составленная на основе новых снимков, свидетельствовала. Когда-то Марс был куда более теплым и приветливым. И самое главное — ученые увидели свежие овраги. Что было невероятно важно, овраги могли появиться лишь по одной причине. Где-то под слоем грунта есть ледники, которые тают марсианской весной. И значит, на Марсе есть вода. Сенсационное открытие требовало проверки. На планету отправились два марсохода — Spirit и Opportunity. Полученные от них данные подтвердили мнение ученых. Много лет назад на Марсе существовали реки и моря. Давным-давно там вполне могла существовать жизнь, следы которой можно попытаться отыскать. У пилотируемой экспедиции на Марс появилась реальная цель — поиски следов инопланетной жизни. Но чтобы такая экспедиция состоялась, требовалось объединить усилия всего человечества. 20 ноября 1998 года ракета «Протон» вывела на орбиту функционально-грузовой блок «Заря». Вскоре к нему пристыковался модуль «Звезда». На орбите начинала работу Международная космическая станция. Основным средством доставки грузов и экипажей на МКС стали корабли системы «Спейс-Шаттл». В ночь с 9 на 10 сентября 2000 года к станции пристыковался «Шаттл Атлантис». В его экипаже из семи человек было два россиянина. Юрий Маленченко и Борис Маруков. Россия и США приступили к совместному изучению космоса. Международная космическая станция – самый большой и дорогостоящий космический аппарат в истории. Впервые о планах ее создания было официально объявлено в сентябре 1993 года. Сегодня в этом проекте участвуют 16 стран. Первая основная экспедиция прибыла на станцию в ноябре 2000 года. С тех пор на ней побывали свыше 200 человек. Станцию посещают не только профессиональные космонавты, но и туристы. Главные направления исследований – биология, физика жидкостей, материаловедение, квантовая физика, астрономия, космология, метеорология. В настоящее время станция состоит из 14 модулей. Ее общая масса свыше 360 тонн. МКС – это и лаборатория для изучения влияния космических факторов на человека, животных и растения. Эти исследования помогут создать оптимальную замкнутую биосферу внутри межпланетного корабля. Маленький кусочек Земли, который космонавты возьмут с собой на Марс. Программа исследований была спланирована на годы вперед, но произошло непредвиденное. 1 февраля 2003 года семь астронавтов возвращались из очередного полета на старейшем из шаттлов – корабле «Колумбия». Утром в 8.44 по времени Вашингтона «Колумбия» вошла в атмосферу. 8.56. Над штатом Аризона «Колумбия» начала левый поворот. 8.57. «Колумбия» пересекает границу Аризоны и Нью-Мексико. Высота полета 67 километров. Скорость в 20 раз выше скорости звука. В 8.59, когда «Колумбия» находилась на высоте 60 километров, связь с кораблем внезапно прервалась. Но признаков серьезных проблем в центре управления полетами не заметили. «Колумбия», ответьте Хьюстону. В это время «Колумбия» уже разваливалась на части. Кабину с экипажем буквально выбросило из фюзеляжа. Обломки корабля были разбросаны от Техаса до Луизианы. Все семеро астронавтов погибли. Оказалось, что 16 января после старта «Колумбии» от внешнего бака корабля оторвался кусок пеноизоляции. Он ударил по левому крылу, пробив в нем полутораметровую дыру. В космосе повреждения попросту не заметили, и оно никак не повлияло на выполнение программы. Но при входе в атмосферу раскаленная плазма проникла внутрь крыла, в результате чего оно прогорело, и конструкция корабля разрушилась. «Колумбия» не использовалась для полетов к МКС, но ее гибель поставила крест на всей программе «Спейс Шаттл». В конце июня 2011 года состоится полет корабля «Атлантис», который станет последним полетом космического челнока. После него крылатые корабли будут списаны, а программа «Спейс Шаттл» завершена. Под угрозой оказались и планы развития космической станции. Для продолжения работы МКС нужен космический корабль, который обеспечил бы и доставку тяжелых грузов на станцию, и безопасность астронавтов. Такого корабля в США нет до сих пор. Оставалось единственное решение. Снабжением станции займется Россия. Пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс» на 5-6 лет станут основным транспортным средством в ближнем космосе. Однако российская ракетно-космическая отрасль не собирается этим ограничиваться. Ее главная цель — Марс. К эксперименту, названному «Марс-500», сотрудники Института медико-биологических проблем готовились много лет. Исследования по длительному пребыванию в изоляции и психологической совместимости космонавтов проводились здесь в середине 60-х. А для полноценного моделирования условий космического полета был создан комплекс, имитирующий отсеки орбитальных станций. Главная задача проекта «Марс-500» — воспроизвести в наземных условиях все этапы межпланетного полета экипажа из шести человек. Эксперимент начался 3 июня 2010 года, а завершится через 520 суток, в ноябре 2011 года. «Марс-500» — это лишь часть большой международной программы. И сегодня Россия лидирует на пути к другим мирам. В Амурской области начинается строительство космодрома «Восточный». Отсюда будут осуществляться запуски ракет, которые смогут доставлять на орбиту корабли нового поколения «Русь». «Русь» — пилотируемый транспортный корабль нового поколения. Максимальный экипаж — шесть человек. Может быть использован при полетах к Луне с экипажем из четырех человек. «Русь» будет способна совершать полностью автономный полет в течение месяца. Испытания корабля планируются начать в 2015 году. В «Росатоме» разрабатывается межорбитальный буксир «Паром» с ядерной энергоустановкой. «Паром» — космический аппарат многократного использования. Предполагается следующая схема его работы. Ракета выводит грузовой контейнер на низкую орбиту высотой до 200 километров. «Паром» стыкуется с контейнером и поднимает его к МКС на высоту до 350 километров. После разгрузки контейнера «Паром» спускает его на низкую орбиту. Контейнер самостоятельно тормозит и сгорает в атмосфере. А буксир остается ждать прибытия нового контейнера. Эта технология позволит существенно удешевить доставку грузов на орбитальную станцию. При должном финансировании в ближайшие шесть лет Россия имеет шанс значительно обновить свою космическую инфраструктуру, перейдя на ракеты и корабли, отвечающие самым современным требованиям. К этому моменту результаты, полученные в ходе эксперимента «Марс-500», окажутся как нельзя более актуальными. Полет в Красной планете станет реальностью. Старт первой марсианской экспедиции намечен на 2035 год. В качестве промежуточного этапа ученые рассматривают высадку на астероид, одну из космических глыб, которые периодически сближаются с Землей. Этот полет позволит испытать межпланетный корабль, изучить астероиды и даже выработать меры на случай, если одно из этих небесных тел будет угрожать Земле. В сентябре 2010 года в пресс-релизе НАСА появилось неожиданное сообщение. Большой наземный телескоп КЕК-1, расположенный на Гавайях, обнаружил в созвездии весов планету, вращающуюся вокруг звезды Глизы 581. Масса планеты примерно в 3-4 раза больше земной, но внимание к ней привлекло иное обстоятельство. Оценки ученых и косвенные данные позволяют предположить, что на ней существует вода и атмосфера. Планета с индексом Глизы 581G, названная Зарминой, может оказаться вполне пригодной для жизни. Нас от нее отделяют 20 световых лет. 20 световых лет. Много это? Очень много. Но любую дорогу осилит лишь тот, кто делает первый шаг. Сначала работы Международной космической станции прошло всего 10 лет. Всего 30 лет назад в космос отправился первый спейс-шаттл. Всего 40 лет назад на орбиту вышла станция «Салют-1». 42 года минуло с тех пор, как человек впервые ступил на поверхность Луны. И всего 50 лет назад в космосе побывал первый человек. Международной космической станции Зацвесток ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА